Его глаза были спокойными и глубокими, но с более холодной и убийственной аурой. Услышав это, он ничего не сказал, но посмотрел на Гусеньер, которая тупо смотрела на него и тихо вздохнул. Как ты мог быть таким импульсивным в выяснении местонахождения небесного короля Цзияна и не дать мне любое сообщение? Хотя он и обвинял, в его словах было трудно скрыть беспокойство и тревогу. На самом деле, до того, как Гусеньер пришла сюда, Гучинг нашел это место. Однако он не появился, ожидая появления Цзияна, желая увидеть их скрытые методы. После этого он своими глазами стал свидетелем плана Цзияна заманить Гусеньер, включая столкновения между ними двумя, прошлую жизнь Гусеньер и небесного короля Цзиян, раскрывающего его личность как наследника демонического искусства. Гучинг все это видел, но не остановился и предпочел не появляться. После этого действия Гусеньер немного удивили его, но больше всего это был транс и вздох. Особенно после того, как Гусеньер увидела жалкое видение будущего, она сказала, что даже если бы это было так, она все равно была бы готова. Это заставило Гучинг на некоторое время замолчать, не зная, что сказать, следует ли ее назвать глупой или ее следует назвать невинной. Конечно, он также догадался, что картина, которую видел небесный король Цзиян, на самом деле была чем-то на временной шкале, которую пережил Юэмин Конг. В этой жизни, самое большее, он только издевался над Гусеньер, как он мог захотеть причинить ей боль. Однако, когда она услышала слова Гучинги, Гусеньер не ответила, но все еще тупо смотрела на него. Ее обычно холодные и подвижные глаза, казалось, потеряли дух. Даже кровь в уголках ее рта не была стерта. Гучинги, как ты нашел это место? В это время именно Цзинюя закричал холодным голосом, чем, чрезвычайно испуганным, и мгновенно появился перед небесным королем Цзияна. Он был уверен, что Гусеньер не передаст эту новость Гучинги. Как Гучинги нашел это место и как долго он прятался в тайне. Это заставило Цзинюя испугаться, а это означало, что Гучинги действительно слушал то, что они только что сказали, включая их происхождение и отношения. Это был их самый большой секрет, и он никогда не рассказывался никому, кроме друг друга. Сегодня он сказал Гусеньер, что, если она не согласится, он будет вынужден принять меры, подавить ее и заставить пить воду из озера Реинкарнации. Так что он не беспокоился о том, что она выговорится. Это все благодаря тебе. Если бы ты не указал мне путь, как бы я мог прийти сюда? Говоря об этом, я должен тебя очень поблагодарить. Гучинги слегка улыбнулся, его фигура упала с неба и медленно шла. Он знал, о чем беспокоился Цзинюя, но в это время Гучинги это не волновало. Ты оставил на мне след? Как это возможно? Я все обыскал и не нашел ни одного следа. Голос Цзинюя был мрачным и невероятным. Если ты найдешь его, что мне делать? Гучинги слегка улыбнулся. Лицо Цзинюя становилось все более и более мрачным, и он уже пришел к выводу, что Гучинги что-то сделал. Оказалось, что Гучинги намеренно отпустил его в то время и даже использовал неизвестные ему средства, чтобы оставить на нем что-то вроде отметки, поэтому он воспользовался этой возможностью, чтобы найти его. Кроме этой возможности, не было никакой другой возможности. Его спина была еще холоднее. Небесный король Цзиньян, который оправлялся от травм, тоже был очень бледен, когда услышал это. Он никак не ожидал, что тот, кто наконец раскроет его местонахождение, окажется его старшим братом. Младший брат – это моя вина. Я не ожидал, что в конце концов Гучинги придет сюда. Цзиньоя извиняющимся взглядом взглянул на небесного короля Цзиньяна. Если бы он был более осторожен, Цзиньян не получил бы такого сильного удара от Гучинги, и он даже не был уверен, сможет ли сегодня безопасно сбежать. Старший брат не должен этого делать, Гучинги такой хитрый, кто бы мог подумать, что он сделает такое. Цзиньян глубоко вздохнул и успокоился, не собираясь обвинять Цзиньоя. Прямо сейчас он мог только встретиться лицом к лицу с Гучинги. Гул. В следующее мгновение на его теле появилась мощная фиолетовая аура, пронизывающая каждый дюйм его изодранной плоти и крови. В конце концов, это превратилось в цепь бессмертной энергии, и его раненое тело снова соединилось, поскольку его рана заживала со скоростью, видимо невооруженным глазом. Этот метод был, естественно, не таким простым, и он потреблял происхождение. Даже небесный король Цзиньян должен был сделать это, потому что ему нужно было восстановить свое состояние до пика за короткий период времени, чтобы он мог сражаться против боевой мощи Гучинги. Вскоре его цвет лица улучшился. В крови тоже было таинственное колебание, превратившееся в простую и загадочную руну, сконденсировавшуюся в невиданную силу. Старший брат Цзиньоя узнал эту секретную технику, и его лицо стало немного величественным, потому что эта секретная техника не принадлежала этому миру и была запрещенной секретной техникой секты безграничного ДАА. Эту технику нельзя использовать до тех пор, пока в качестве последнего средства не будет сожжено не только происхождение, но и продолжительность жизни. Лицо небесного короля Цзиньяна старело со скоростью, видимо невооруженным глазом, и в волосах также были пятна седых волос. Старший брат не должен меня уговаривать, несмотря ни на что, «Сегодня я хочу усмирить демона». Не только для младшей сестры Сионер, но и для простых людей в мире наследница демонического искусства должна быть казнена. Гучинг потерял всю свою совесть, и он совершил все плохие вещи. Рано или поздно он понесет возмездие. Лицо небесного короля Цзиньяна было твердым и прямым, а его слова были еще более щедрыми и могущественными, содержащими невообразимую силу. В это время, даже он не знал почему, но был всплеск праведности. «У мира людей был свой правильный путь, и этому демону не позволили бы творить зло и сеять хаос на небесах. Ты не забыл подставить меня в этот раз? Хотя Сионер немного глупа, ты хочешь спровоцировать ее этими словами? Не слишком ли ты ее недооцениваешь?» Гучинг слегка улыбнулся и подошел в Гусиньер. Его совершенно не волновали слова небесного короля Цзиньяна. Гучинг, Гусиньер, похоже, тоже пришла в себя, все еще безучастно глядя на него. Гучинг осторожно вытер кровь с уголка ее рта, не сводя с нее глаз. «Тебе просто нужно помнить одну вещь, независимо от того, когда это произойдет, я никогда не причиню тебе вреда». Гусиньер была ошеломлена, когда услышала эти слова. На самом деле она хотела спросить Гучинге, были ли слова небесного короля Цзиньяны Цзиньоя правдой или нет, и был ли он наследником демонического искусства. Но увидев, как Гучинге сказал это, она не знала, как говорить. Но не было никаких сомнений в том, что она верила, что Гучинге не причинит ей вреда. По ее мнению, фотография, которую показал ей небесный король Цзиньян, должна была посеять раздор между ней и Гучинге, поэтому она только что была так зла. Младшая сестра Синьер, не верьте ерунде Гучинге, он сделает все, чтобы узнать ваше происхождение. Цзиньян небесный король холодно фыркнул, теперь он не был так зол, как раньше, и успокоился. В конце концов, Гусиньер была обманута Гучинге, и она не могла отличить восток, запад, север и запад, поэтому он не мог винить в этом Гусиньер. Однако эта ненависть должна быть засчитана на теле Гучинге. Младшему брату не нужно с ним разговаривать. Сегодня, если мы с тобой объединим усилия, может быть шанс. Цзиньян холодно сказал, он был очень решителен, без колебаний, он выстрелил прямо вперед, несравненно сильный и свирепый. Травма, о которой он упоминал ранее, естественно, должна была обмануть Гусиньер. Он сам был в хорошей форме, и в ту ночь у него не было множественных травм. В пустоте мерцали божественные руны и сверкало великолепие, все они преобразовывались различными законами, да, а порядок сгущался и переплетался, что было чрезвычайно страшно. Не предпринимайте никаких действий, оставьте их обоих мне, и я узнаю местонахождение сяи. Гучинге посмотрел на Гусиньер со странным взглядом. Затем, не дожидаясь ее ответа, его фигура вспыхнула и появилась в небе, когда он сражался с Циньюя. Гул. Когда он поднял руку, божественный свет выстрелил, излучая чрезвычайно ослепительную ауру меча, падающую с неба, яростную и способную атаковать все. После этого небесный король Цзиян, не колеблясь, выстрелил в Гучинге. Могучая фиолетовая аура была подавляющей и бесконечной, как галактика. Там развились всевозможные тайны, сконденсировавшиеся во всевозможные божественные оружия, мечи, копья, мечи, алебарды, топоры и вилы, и все они атаковали Гучинге, чтобы отразить его удар. Небо и земля сильно сотряслись, издав ужасающий звук, и одни только последствия заставили многие горные хребты рухнуть и превратиться в пепел. На какое-то время здесь переплелись законы, неистово сотрясались горы, а цепи порядка бежали сквозь пустоту, словно могли пронзить небеса и землю. Затем в небе появился золотой туман, Гучинге сконденсировал тело Датхармы, пульсирующие золотым светом, оно было размером в десятки тысяч футов. Он был чрезвычайно силен, и он протянул большую руку, покрывая небо, заставляя это место сразу же рухнуть. Бум! Цинюя был очень уверен в своих силах. Как только он атаковал, он показал боевую мощь квази-высшего царства, превратившись в божественную гору, которая была чрезвычайно твердой и величественной, словно фетиш с девяти небес. Но, столкнувшись с ладонью Гучинги, он рухнул прямо, не в силах сопротивляться ни на мгновение. Тело Цинюя сильно затряслось, а затем хлынул полный рот крови, и он отлетел назад. Ты все еще не признаешь этого, тебе совсем не больно. Он был крайне потрясен и напуган. Теперь сила, которую продемонстрировал Гучинги, была в несколько раз сильнее, чем в особняке той ночью, и она была еще более могущественной и ужасающей. Ранен? Нет, просто ты слишком слаб. Гучинги небрежно улыбнулся, уходя в пустоту, как будто он небрежно прогуливался по своему двору. Ладонь снова упала, хаотический туман распространился, и золотая божественная надпись свисала вниз, которая была чрезвычайно твердой, как ладонь императора, заставляя Цзиян небесного короля вылететь кровью. Его тело чуть не взорвалось и упало на землю, долго не в силах подняться. Хотя небесный король Цзиян использовал запрещенную технику, перед Гучинги он все еще не мог устоять, даже перед ладонью, его тело было изодрано и полно крови. Он снова кашлянул кровью, которая была обернута осколками внутренних органов, и был тяжело ранен. Лицо Цзияна небесного короля было очень уродливым, он быстро достал святое лекарство и лекарственные травы и засунул их себе в рот, отчего рана зажила. Брат, он не ожидал, что эти двое по-прежнему не будут противниками Гучинги, даже когда они объединятся. Разве до этого старший брат не говорил, что у него есть 50% шанс победить Гучинги? Я не ожидал, что его нынешняя сила достигнет такого уровня. Гучинги прячется слишком глубоко. Цзию я знал, о чем думал небесный король Цзиян, его лицо становилось все более и более мрачным, и он волновался в своем сердце. При таких обстоятельствах желание Гучинга убить небесного короля Цзиянга можно было назвать легкой задачей. Хотя у него все еще было много средств, которые он еще не использовал, у него была сильная головная боль. Когда он по ошибке попал на девять небес, он также получил много божественных предметов и многому научился. Однако, как только эти средства будут использованы, они, вероятно, вызовут невообразимые последствия. Девять небес проявились в Верхнем Царстве. Однажды известно, что его судьба будет не намного лучше, чем у наследника демонического искусства. Цзиянга очень ясно говорил о невиновности обычных людей и вине беременных женщин. После этого выражение лица Гучинга было спокойным и равнодушным, и он снова выстрелил, толкнув свою большую ладонь горизонтально и хлопнув ею с неба. Цзиян небесного короля продолжал рвать кровью, его тело было покрыто ранами, кости срослись, а затем сломались, внутренние органы были раздавлены, и весь человек был в лохмотьях. В это время, даже если бы на его теле было много божественных лекарств и целебных пилюль, ему было бы трудно выздороветь, потому что Гучинга вообще не давал ему времени. Гучинга, остановись! Глаза Цинюя раскололись, и он был очень зол. Хотя он принял меры со стороны и хотел задержать Гучинга, у него все еще не было возможности показать свои самые сильные средства. Гучинга был еще проще, напрямую используя великую печать горы и рек. Высшая сила пульсировала вверх-вниз, а урода грохотала, и она перекатывалась в небе, заставляя Цинюя стиснуть зубы ни за что, чтобы противостоять этому. Он использовал много средств, но все равно кашлял кровью и болел. Затем, стиснув зубы, он принес в жертву древнее сокровище. Оно было сияющим и белоснежным, как древняя чешуя, покрытая всевозможными простыми и естественными образованиями. Да, в тот момент, когда эта чешуя появилась, она прорвалась сквозь пустоту и появилась прямо, как будто воспроизводя изначально и бессмертное существо. У-у-у-у. Внезапно в небе и на земле появился странный звук. Чешуя была чрезвычайно странной, а линии на ней словно оживали, и все они ярко сияли. В конце концов, он превратился в странного зверя с телом дракона, зверя и быка, окруженного пурпурным громом, когда они взревели в небо, и казалось, что даже солнце и луна могут быть разбиты в дребезги, куски. Перед лицом этой силы даже великая печать горы и рек, казалось, была затронута. Был ужасающий ветер, сопровождаемый ревом ДАА, который был оглушительным, дул со всех сторон света, как будто даже душа человека могла быть разбита. Существо с девяти небес, взгляд Гучинга упал на весы, и он немного заинтересовался. Только с силой одной чешуи он мог конкурировать с высшим артефактом. Насколько сильным был этот зверь в расцвете сил? Впрочем, его это не слишком заботило. После использования великой печати горы и рек он напрямую атаковал Цинюя и в то же время выстрелил в небесного короля Цзэян. Гучинга не планировал убивать небесного короля Цзэян сейчас. Он все еще ждал, чтобы сразиться со старым поколением, и до того, как прибыла сила пурпурного особняка, небесный король Цзэян еще не мог умереть. Разве обычное дело не заключается в том, чтобы кого-то убить, а потом старшее поколение выскочит и закричит, чтобы остановилось? Цзэян, ты вот-вот умрешь, а сила из пурпли Мансион еще не пришла. Они собираются это сделать? Бросить тебя? Гучинга слабо улыбнулся, не обращая внимания на Цинюя, который сражался с великой печатью горы и рек позади него. Он снова ударил руками, на этот раз напрямую прижимая небесного короля Цзэян к земле. Гучинга, если ты убьешь меня, пурпурный особняк не отпустит. Цзэян небесный король был весь в крови, и ни одна кость не была цела. В этот момент он не мог сдержать рев, чрезвычайно напуганный и беспокойный, опасаясь быть убитым Гучинга. Ты вступил в сговор с наследником демонического искусства, чтобы напасть на учеников Академии, а потом даже присоединился к своему старшему брату, чтобы напасть на святую деву Цзэян, пытаясь свалить вину на меня. На этот раз о чем еще ты хочешь спорить? Если пурпурный особняк посмеет защитить тебя, что с того, что я его уничтожу? Улыбка Гучинга по-прежнему была легкой и безоблачной, и не было никакого волнения. Гучинга, ты несешь чушь. Цзэян небесный король был в ярости и проклят, очень зол. Все его тело светилось, чрезвычайно прозрачно. В то же время его пурпурная аура Хунмэн зашкаливала, и была аура Хаоса, ведущая к изначальной эволюции, которая пыталась конкурировать с Гучинга. Но разрыв между ними был слишком велик. Какой бы необычной ни была кость Хунмэнда, с ней было бы трудно бороться, если бы она изрыгала туда разноцветные лучи света и пролетала сквозь правила сильнейшего. Вскоре Цзэян небесный король был забрызган кровью, и Гучинга повалил его на землю. Атмосфера происходившей здесь битвы распространилась, и всевозможные божественные огни осветили небо, моментально привлекая издалека множество земледельцев и гениев. На какое-то время божественные огни прорвались сквозь небо и устремились к этому месту. Все думали, что здесь происходит большое событие и его нельзя пропускать. Ученики истинной бессмертной академии также быстро прибыли, чтобы контролировать ситуацию на божественном оружии, ездовых животных и т.д. Боясь что-то упустить, этот Цзэян – небесный король. Молодой мастер Чинга нашел след небесного короля Цзэяна, и они сражаются. Вскоре прибывший культиватор увидел сцену издалека и не мог не закричать прямо, несравненно потрясенный и взволнованный. Многие культиваторы позади него тоже были очень взволнованы, услышав эти слова, и быстро пришли, чтобы увидеть все это своими глазами. Король шести корон, небесная дева Феникс, Инью и другие, которые ждали за пределами горного хребта, также услышали движение здесь с разными выражениями на их лицах, и облака поднялись из-под их ног, когда они бросились туда. Нехорошо. Это место было обнаружено. Увидев эту сцену, цвет лица Цзэня снова резко изменился. Он боролся против силы высшего оружия. Он не ожидал, что скрытая формация этого места была нарушена, в результате чего сияние этого места взмыло в небо, привлекая культиваторов издалека. Он знал, что Гучинги, должно быть, сделал это. Гучинги не только хотел разоблачить их местонахождение, но и хотел убить небесного короля Цзэяна на глазах у всех культиваторов, высоко превознося имя справедливости. Это заставило его неудержимо дрожать. Какой жестокий план, брат, быстрее. Оставь меня в покое. В этот момент небесный король Цзэян также отреагировал на намерение Гучинги, и он не мог не почувствовать панику в своем сердце. Он не хотел вовлекать Цзэнюя. Более того, если Цзэнюя продолжит оставаться здесь и кто-то заметит его следы, то он уже не сможет развеять свои подозрения. Младший брат Цзэян. Цзэнюя стиснул зубы, его глаза были полны гнева и ненависти, он смотрел на Гучинга и боролся. Он также знал, что в это время он больше не может оставаться здесь. Он здесь. Здесь прячется небесный король Цзэян. Это он. Тот, кто пришел убить святую деву Цзэян той ночью. Конечно же, он в той же группе, что и небесный король Цзэян. Нет, он хочет сбежать, остановите его быстро пыхт. Но вскоре среди прибывших культиваторов некоторые люди были потрясены и с первого взгляда узнали Цзэнюя. Это был человек в маске, который внезапно стал чрезвычайно потрясенным и рассерженным. Увидев, как Цзэнюя повернулся и попытался сбежать отсюда, они с ревом бросились вперед и использовали различные божественные оружия, чтобы перехватить его. Однако Цзэнюя просто небрежно махнул рукой, его рукава взволновались, и ужасающий блеск появился из блестящих белых чешуек, стряхнув их всех. Однако перед тем, как эта группа культиваторов была потрясена, подверглась бомбардировке необъяснимой силой и взорвалась в воздухе. Их плоть взорвалась, а их тела и дух были уничтожены. Эта сцена сразу же шокировала и ужаснула культиваторов, которые подошли сзади, а затем вызвала еще больший гнев, убийственную ауру и праведное негодование. Черт возьми, дошло до того, а он все еще хочет напасть. Он просто не знает ни жить, ни умереть. Все были в ярости, и они использовали свои божественные силы один за другим, а некоторые даже использовали божественное оружие, чтобы перехватить сбежавшего Цзэнюя. Гучинг, у тебя порочный ум. Цзэнюя тоже был очень зол в это время, его глаза были полны ненависти, он просто стряхнул группу культиваторов и не хотел их убивать. Эта сцена только что была полностью тайно отыграна Гучинге, и ее цель состояла в том, чтобы подставить его. В это время он не забыл поймать его, не оставив ни единого шанса перевернуться. Однако Гучинге, казалось, не слышал, что он сказал, и все же напал на небесного короля Цзэяна. Цзэнюя сердито взглянул на него и не осмелился больше оставаться там, его фигура расплылась, и перед ним появился проход, когда он быстро ушел. В этот момент он только надеялся, что силы пурпурного особняка прибудут как можно скорее, иначе небесному королю Цзэян сегодня определенно повезет больше. Похоже, мы опоздали на шаг, этот человек уже сбежал. Небесный король Цзэян все еще там, но, похоже, он не сможет долго продержаться в своем нынешнем состоянии. Пурпурный особняк не позволит небесному королю Цзэяну умереть здесь. В небе наверху появилось несколько фигур и шесть коронных королей. Небесная дева Феникса, Иньюи и другие прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, как Цзэнюя издала рев, а затем быстро убежала. Слова восклицания были в точности словами Иньюи. Она смотрела вдаль несравненно сложными глазами. Там небесный король Цзэян был весь в крови, и Гучинге повалил его на землю, не в силах двигаться. Жаль, что даже твой старший брат не заботится о тебе в это время. Гучинге слабо улыбнулся, глядя на Цзэяна под свои ноги. Хотя он улыбался, в его глазах не было волнения, а глаза были холодными и равнодушными. Гучинге, однажды небеса накажут тебя. У Цзэян небесного короля было решительное лицо, и он снова кашлянул кровью. Он знал, что в это время, даже если бы он умолял о пощаде, это не имело бы никакого действия. Наоборот, это казалось несравненно жестким. Надеюсь, в тот день я задаюсь вопросом, накажут ли меня небеса или я накажу их. Гучинге слегка улыбнулся, и его нога снова ступила на землю, в результате чего кости Цзэяна рухнули и разбились. Бум. Однако в этот момент фиолетовый узор, который все время был закрыт между бровями небесного короля Цзэяна, внезапно испустил странное сияние. Среди них был и его защитный объект. Обычно его вообще нельзя было использовать, и он раскрывался только тогда, когда возникала опасность для жизни. Цзэян больше походил на семя, парящее вверх и вниз в пустоте, окутанное фиолетовой дымкой. Пурпурный аурахун Мэн Гучинге слегка приподнял брови и сразу узнал объект. Говорят, что знаменитый фетиш пурпурного особняка был чем-то, что их предок нашел в таинственном месте с момента основания пурпурного особняка, и он имел неразрывную связь с происхождением пурпурного особняка. Тайны были бесконечны, а чудесное использование было трудно описать. Эта вещь на самом деле была в руках небесного короля Цзэяна, неудивительно, что пурпурный особняк так заботился о нем. Однако перед лицом внезапного появления пурпурной ауры метод Гучинга был по-прежнему очень простым. Его большая рука была сжата в воздухе, и в ней циркулировало множество правил, как будто она превращалась в мир на его ладони, который мог запечатать все. Пустота была застойной, и ужасающая сила управлялась этой изначальной пурпурной аурой, и она издавала мироподобный величественный и тяжелый звук, когда грохотала мимо. Эта сила была настолько велика, что даже у культиватора квази-высшего царства забилось сердце. Однако под ладонью Гучинга пустота возле пурпурной ауры Хунмэн внезапно рухнула, да загрохотала, и законы столкнулись, издав звук, похожий на столкновение миров. Это было оглушительно, из-за чего многие культиваторы, прибывшие поблизости, становились напуганными и невыносимыми, когда они поспешно отступали вдаль. Изначальная пурпурная аура пурпурного особняка на самом деле находится на небесном короле Цзияне. Кажется, что она неотделима от его божественного бессмертного ока. Выражение лица короля шести корон слегка изменилось, когда он заметил ужасающую силу такого рода силы. До этого его мало заботил небесный король Цзиян, но если бы он воевал против него, то неминуемо понес бы в то время большие потери. В следующий момент, под потрясенными взглядами всех культиваторов, Гучинга сложил вместе свои большие руки, как будто Хаос и Даа появились на его ладони, а блеск миллиардов путей превратился в звук столкновения небесных барабанов. Пурпурная аура Хунмына была насильно заперта в нем и в конце концов была насильно забрана им. Увидев эту сцену, небесный король Цзиян снова выплюнул полный рот крови, крайне злой и не желая этого. Хангминг Пурпли Аура даже не может конкурировать с юнг мастер Чингге. Это слишком сильно, не так ли? Даже эти могущественные силы старшего поколения, вероятно, не противники молодого мастера Чингге. Многие гении были крайне потрясены и ощутили непревзойденную силу. После ожидания такого спасения люди должны прийти. Это стандартная формула. В это время Гучингге что-то почувствовал, его глаза слегка двигались, и он посмотрел на небо со слабой улыбкой уголка Мерта. Он долго ждал этого момента останавливаться. В следующее мгновение, сопровождаемое гневным криком над небом, внезапно снизошло тираническое и величественное давление, и пурпурная аура была могучей и бесконечно растянутой. Как будто сюда направлялось какое-то чрезвычайно могущественное существо. Все были в шоке, только чтобы увидеть портал, который открыл кто-то с высшей аурой. Среди них было много фигур, все с мощным натиском возникали в пустоте. Из него появился старик в доском одеянии с мрачным лицом. С холодным выражением лица он посмотрел на Гучинга и попросил его остановиться. В то же время позади него появилось много силовых домов из пурпурного особняка, которые вышли из космического прохода и прибыли с холодными лицами. Эти люди были опорой пурпурного особняка, а самой слабой из них было существование Великого Священного Царства. Получив сообщение о помощи от небесного короля Цзиян, они безостановочно устремились к месту, и даже потратили много сил, чтобы открыть портал и пройти в это место через бесконечное расстояние. В тот момент, когда появились силы пурпли Мансион, они заставили всех гениев здесь изменить выражение лица и почувствовали себя глубоко неловко. Какой-то страх вырвался из души. Поскольку их души дрожали, они не могли не хотеть встать на колени на землю. Появились культиваторы Высшего Царства Пурпурного Особняка. Мастер, спаси меня! Увидев этого человека, небесный царь Цзиян также выразил радость и надежду. Хотя его тело было чрезвычайно слабым, он все еще кричал и, продержавшись так долго, он наконец увидел последнюю нить надежды. Высший фиолетовый особняк. Гусиньер, которая наблюдала, как Гучинга сражается против Цзияна Небесного Короля и Цинюя, выражение ее лица слегка изменилось, когда она взволнованно посмотрела на Гучинга. В это время прибытие Верховного из Пурпурного Особняка уже означало, что ситуация сильно изменилась, и она развивалась в невообразимом направлении. До этого соревновалось все то же поколение, и старшее поколение не осмеливалось легко вмешиваться. Но сегодня силы Пурпурного Особняка бросились в это место на глазах у всех культиваторов и гениев и приказали Гучинга остановиться. Это, несомненно, нарушало существовавший ранее баланс. Она очень хорошо знала, что с точки зрения характера Гучинга он либо ожидал этого. Он знал, что его действия вызовут гнев могущественного Пурпурного Особняка и напрямую повлияют на предысторию Небесного Короля Цзияна. Но каким бы он ни был, сегодняшние дела не будут простыми, и с Верховным из Пурпурного Особняка перед ним не будет хорошего конца. К тому времени это будет уже непростая драка, которую можно будет решить. Битва между бессмертными сектами была просто неописуема словами. Если бы они не убили сотни миллионов миль по морю, вызвав гнев девяти небес, они бы не сдались. Похоже, что ваш мастер все еще заботится о вас и даже послал сюда высшее существо, но, к сожалению, может ли это вас спасти? Я давно сказал, что если Пурпурный Особняк осмелится остановить меня, то я уничтожу его вместе. Но в это время Гучинга все еще смотрел на Небесного Короля Цзияна с улыбкой на лице. Его слова, которые можно было сказать, заставили Небесного Короля Цзияна испугаться. Он знал, что Гучинга никогда не отпустит его так просто. Но он разрушит Пурпурный Особняк. Это был огромный шаг. В этот момент старик над небом заметил трагическое состояние Небесного Короля Цзиян, а также услышал слова Гучинга игнорировать его, и его лицо стало еще более уродливым. Если бы не личность Гучинги, он бы уже напал и прямо преподал Гучинга урок. Он не мог не закричать сердито, и лицо его стало пепельным. Черт, Гучинги, ты самый сильный в молодом поколении, и ты такой безжалостный. Тебя не волнует твой статус ученика истинной бессмертной академии, и ты безжалостен против Цзияна. Какая разница между тем, что ты делаешь сейчас, и наследником демонического искусства? Как только он произнес эти слова, поднялся внезапный шум, от чего лица многих гениев слегка изменились, и они были крайне потрясены. Они чувствовали, что то, что сделал Пурпурный особняк, должно было защитить Небесного Короля Цзияна. Любой проницательный глаз мог видеть, что Небесный Король Цзиян вступил в сговор с наследником демонического искусства. Не только причинил вред ученикам истинной бессмертной академии, но и послал своего так называемого старшего брата убить Лю Цзиянь, Святую Деву Фиолетовый Особняк. При таком поведении Пурпурный Особняк все еще делал вид, что не видит этого, и настаивал на борьбе со всеми силами. Да, разве это не поиск смерти? Неужели у Пурпли Мансион действительно есть такое большое мужество и уверенность, чтобы сражаться против всех? То, что я делаю, такое же, как наследник демонического искусства. Тогда я осмеливаюсь спросить старших, на что будет рассчитывать Небесный Король Цзиян. Разве Пурпурный Особняк не делает то же самое? Разве это ошибка, что молодое поколение действует от имени Небес? Услышав это, Гучинг поднял голову, чтобы посмотреть на старика в пустоте, в уголках его рта появилась улыбка. Как только он это сказал, это сразу же произвело фурор, и многие юные гении тоже смотрели на Верховного из Пурпурного Особняка со смехом и насмешкой. То, что сказал Гучинг, было почти то же самое, что они думали. Какой умный язык, это все чушь собачья. Как Цзиян мог иметь какое-либо отношение к наследнику демонического искусства? Все это было подстроено наследником демонического искусства. Это вы, молодое поколение, не имеете ни оснований, ни доказательств, путаете правильное и неправильное и дурите каждый. Вы действительно думаете, что, когда за вами стоит древняя бессмертная семья Гу, никто не посмеет контролировать вас? Старик в манте льда не ожидал, что Гучинг скажет это. Чем мрачнее становилось его лицо, тем синее он был, и он не мог ни спросить и ни закричать. О, в таком случае бесполезно говорить слишком много. Похоже, что пурпурный особняк решил стать моим врагом. Гучинг перестал говорить и все еще слабо улыбался, из-за чего было трудно угадать его настроение. Быть твоим врагом, младший, ты себя переоцениваешь. Старик в даосской манте льда усмехнулся, как будто он смеялся над самодовольством и самоуверенностью Гучинги, но в следующий момент его слова были прерваны Гучинги. Увидев, что выражение лица Гучинги было спокойным и непоколебимым, он сразу же сделал ход. Цзиян Небесный Король внезапно застонал, его тело взорвалось и брызнуло кровь. Затем Гучинги протянул руку и начал исследовать, и в испуганных и отчаянных глазах Цзияна он собирался выкопать несравненно таинственную кость изначального даа, которая распыляла бессмертную ауру. Абсолютно мощный. Останавливаться. Старик в манте льда был в ярости, и его глаза чуть не раскололись. Неожиданно Гучинги был настолько безжалостен и решителен, что на глазах у всех выкопал кость изначального даа небесного короля Цзиян. Он атаковал прямо, рукава взволновались, а ветер завывал, словно превратился во вселенную, способную вместить все. Под его высшими средствами божественная сила была огромной и непредсказуемой, и Гучинги был вложен в нее. Бум. В следующее мгновение Великая Печать Гор и Река жила, вырвавшись из Всевышнего Напора, чтобы опрокинуть горы и реки на сотни миллионов миль. Но ведь он был не так хорош, как настоящее высшее существо. Его накрыла ладонь старика, и он тотчас же был выброшен и придавлен к земле. Бум. Ужасающие трещины появились в земле в радиусе почти 10 тысяч миль, и она была опустошена и чрезвычайно ужасающа. Все смотрели на эту сцену в шоке, даже король шести корон и другие нахмурились и не осмелились приблизиться, опасаясь, что их заденут. Ярость Всевышнего. Более того, база совершенствования этого верховного из пурпурного особняка не была обычным верховным. По крайней мере, это было существование третьего и четвертого уровня высшего царства, намного превосходящего остальных людей в этом царстве. Однако всех шокировало то, что перед лицом такого удара лицо Гучинга по-прежнему не сильно изменилось, как будто он давно этого ожидал. Он все еще двигался к небесному королю Цзэян, и он был обязан выкопать свою кость изначального ДАА. Младший, я же сказал тебе остановиться. Глаза старика в манте и ДАА разрывались, но Гучинга вообще не воспринял его слова всерьез. Такое пренебрежительное отношение сводило его почти с ума. После всех этих лет пребывания верховным никто не осмеливался проявлять к нему неуважение. Тем более такой юниор. Остальные электростанции в пурпурном особняке тоже выглядели очень уродливо. Кто бы мог выдержать, когда правителя их семьи так игнорируют? В этот момент вышел мужчина средних лет. Он был очень героическим и высоким, а в его глазах была фиолетовая аура. Он был вершиной великого священного царства и был всего в одном шаге от квази-высшего царства. С дурным лицом он посмотрел на Гучинга и сказал. Старый предок, позволь мне научить этого младшего для древней бессмертной семьи Гуи попросить его понять превосходство старейшим и число этикета. Когда ты достигнешь высшей ступени, вам все еще нужно поговорить об этом. Они спешили в пути или не слышали предыдущих слухов. Они не знали, что Гучинга продемонстрировал силу за пределами великого священного царства. Теперь, видя, что над его собственным потомком издеваются до такого состояния, его сердце наполнилось гневом. В частности, у Гучинга было безразличное отношение. Даже если его действия вызовут критику и будут расценены как издевательство, но кого это может волновать? В конце концов, он обидел Гучинга, кого это волнует? Не причиняйте ему боль, иначе я не смогу объяснить древней бессмертной семье Гуи. Старик в доском одеянии кивнул, услышав эти слова, и на самом деле был очень огорчен. В конце концов, потомок пурпурного особняка выглядел несчастным, и даже кости Хунмана были выкопаны. Как предок линии, стоящей за Цзиян Небесной, как он мог не злиться? Однако странным его заставляло то, что глаза многих гениев вокруг него от удивления были полны игривости и смеха. Но это же рутинная работа. Вы не хотите играть так, когда умрете? Гучинга не ожидал, что в это время из пурпурного особняка прибудет сила, чтобы спасти Цзияна, и все еще находился в такой бездумной позе. Некоторое время он был ошеломлен, но вскоре выражение лица Гучинга стало холодным, и он толкнул его ладонью, как и прежде, без всякого воображения. Бум! Распространялись ужасные колебания, словно небо вдруг лопнуло. Лицо мужчины средних лет было в ужасе, и он не отреагировал в шоке. Он получил пощечину этой ладонью, и половина его тела рухнула и взорвалась в одно мгновение. Если бы не доская одежда, которая быстро отреагировала и приняла меры, чтобы защитить его. Эта ладонь могла убить его. Остальные силы пурпурного особняка тоже смотрели на эту сцену с изумлением, с холодным потом на спинах, и они почти не могли не действовать прямо сейчас. База совершенствования Великого Священного Царства. Старик в даосском одеянии тоже был потрясен. Глядя на Гучинги, его глаза становились все более и более холодными, но он не ожидал, что у него будет такое развитие. Неудивительно, что Цзэйян Небесный Король был в его руках и не мог парировать. Но в этом вопросе не было места для милосердия, даже если это оскорбило древнюю бессмертную семью Гуза Гучинги, Небесный Король Цзэйян должен быть спасен. За этим стоял приказ древнего существования. Думая об этом, он больше не колебался. Если бы он не сделал шаг, Небесный Король Цзэйян действительно умер бы сегодня от рук Гучинги. Всевышний выстрелил, сила была сокрушительной, покрыла здесь все в одно мгновение, превратив в мироразрушающий точильный диск, повергнув всех присутствующих культиваторов и гениев в оцепенение, и какой-то трепет в душе, как будто перед лицом Небесной Скорби. Это была просто не та сила, с которой люди могли бы бороться. Тогда мне придется побеспокоить тетю Цзэйян. Однако перед лицом этого удара лицо Гучинги по-прежнему не изменилось, он по-прежнему улыбался и в то же время смотрел на кость Хун Мэнда в своей руке. Казалось, он разговаривает с пустотой позади себя. Гул. В следующее мгновение из пустоты внезапно вырвался ошеломляющий свет меча, подобный лунному свету, великолепный и прекрасный, с безупречной аурой, подобной чистому льду и нефриту. Неясная и стройная фигура в зеленом прошла сквозь пустоту, а затем вернулась в бесконечность. Пух. Стрелявший старик в доском одеянии внезапно расширил глаза, показывая страх, отчаяние и неверие. На шокирующем взгляде всех между его бровями расцвела маленькая кровавая слива, а передняя и задняя часть стали полупрозрачными. Его душа была безмолвно уничтожена. Он был полностью уничтожен. На мгновение все вокруг стало мертвой тишиной. Поскольку верховный пурпурного особняка настаивает на том, чтобы сделать меня врагом, я убью его, чтобы подать пример. Гучинг посмотрел на бледных людей в пурпурном особняке перед ним и слегка вздохнул, казалось бы, беспомощным. В это время все лица побледнели, и все поняли, что после сегодняшнего дня высшее царство вот-вот изменится гул. Кровь брызнула в пустоту, словно чарующий цветок распустившейся потрясающей красоты. Точно так же, как прекрасный свет меча, который только что осветил небо, такой же яркий и безупречный, как луна. Убийственного намерения было достаточно, чтобы заставить людей дрожать и бояться до крайности. Словно святая и трансцендентная бессмертная фея в сопровождении лунного света спустилась в мир бренных. Однако под красотой этого процветающего мира верховный пурпурного особняка застыл на месте. От расширенных глаз его чувство ужаса и отчаяния еще не рассеялось, но его жизненная сила уже ушла. Он был убит. Между его бровями была дыра, передняя и задняя были полупрозрачными, что крайне устрашало. Эта внезапная перемена потрясла всех. Верховный пурпурного особняка, который только что был несравненно сильным и высокомерным, исчез в мгновение ока, и его жизненная сила исчезла. Увидев легкую улыбку на лице Гучинги, все не могли не содрогнуться. Остальные хозяева пурпурного особняка выглядели крайне испуганными и невероятными. Многие люди уже были ошарашены и потеряли дар речи. У мужчины средних лет, которого только что спас старик в досском одеянии, было бледное лицо, лишенное крови. Все его тело не могло перестать трястись, и страх был настолько сильным, что он был готов рухнуть на землю. Высший испор Племансион мертв. Культиватор отреагировал, он не мог не сглотнуть, его голос дрожал. У него было предчувствие, что высшее царство изменится после сегодняшнего дня, и произойдут невообразимые события. Оказывается, Гучинги все это уже предвидел, и уже организовал шаги. Я зря волновался. Гу Синьер также удивленно расширила глаза. Она также не знала, кто только что сделал выстрел, но, судя по поведению Гучинги, это должен был быть кто-то из древней бессмертной семьи Гу. Сила была такой мощной. Это слишком сильно. Это вообще не имеет смысла, чтобы напрямую убить Верховного. Это Верховный. В это время Король Шести Корон, Небесная Дева Феникс, Инью и другие не могли не смотреть в шоке, когда по их спинам пробежал ужасный холод. Трудно было поверить в то, что происходило перед ними. Однако им также было очень ясно, что сегодняшние события определенно вызовут ужасное землетрясение, которое ужаснет все силы. Да, нужно знать, что сила третьего ранга в Высшем Царстве была определенно непобедимой в нынешнем Верхнем Царстве. Их уважали как предков, и никто не мог сравниться с ними. Среди сил ДАА, стоящих за ними, даже если они видели существование Высшего Существа, они должны были проявлять уважение и не сметь пренебрегать. Чтобы иметь возможность достичь уровня Всевышнего, когда бы то ни было, они были высокомерны, талантливы и горды с древних времен. Хотя их талант был силен, трудно было сказать, смогут ли они достичь этой стадии в будущем. Но теперь Пурпурный Особняк отправил Высшее Существо, чтобы решить сегодняшние дела, укрыть и забрать Небесного Короля Цзияна. В глазах всех это было почти предрешено, и никто не мог этому помешать. Хотя у Гучинга было Высшее Оружие, если он хотел соревноваться с настоящим Верховным, это все равно было невозможно. В тот момент, когда Высшее Существо только что напало, многие люди все еще догадывались, почему Гучинга был таким спокойным и бесстрашным. И вот они наконец поняли. Оказалось, что за ним скрывалась несравненная сила. Сила этой несравненной электростанции была просто невообразимой и ужасающей, и она могла легко уничтожить Высшее Существо. Нужно знать, что даже если бы существовало Высшее Царство и хотели уничтожить другую сторону в одно мгновение, это было бы просто невозможно. Это могло только показать, что таинственный человек, стрелявший только что, был намного выше Высшего Царства. Было ли это существование Царства Императора? Думая об этом, лица всех резко изменились, показывая страх. Существование Царства Императора было самым сильным существованием почти каждой крупной секты и линии ДАА, подавляя их удачу и происхождение. Как они могли легко принять меры? Как правило, только перед лицом кризиса жизни и смерти можно было проснуться от уединения. Никто не думал, что этот инцидент встревожит электростанцию Императорского Царства Семьи Гу, и он был спрятан за Гучинги, ожидая, пока электростанция Пурпурного Особняка примет меры против него. Также было видно, что древняя бессмертная семья Гу ценила и заботилась о Гучинге. Это произошло потому, что было очевидно, что Пурпли Мансион не сможет помочь, поэтому был разработан этот план. Может быть, была причина атаковать Пурпурный Особняк? Таким образом, независимо от причины, древняя бессмертная семья Гу была на правильной стороне. В конце концов, это было под пристальным вниманием публики, и Верховный Пурпурного Особняка запугивал молодое поколение и готовился преподать Гучинга урок. Неудивительно, что Всевышний закончил именно так. Пурпли Мансион мог только сжать их и проглотить это. Здесь умерло высшее существо, и была выкопана кость Хунмында Небесного Короля Цзияна, потомка Пурпурного Особняка. Лучше умереть, чем жить. Пурпурный Особняк сегодня сойдет с ума. Да, кроме этого, Пурпурный Особняк объявил войну древней бессмертной семье Гу, и высшее существование приняло меры против молодого хозяина семьи Гу, что ничем не отличается от провокации. Всевышний из Пурпурного Особняка был уничтожен, можно только сказать, что он навлек это на себя. Он только что был таким высокомерным, что должен был ожидать таких последствий. Некоторые культиваторы не могли не шептаться, думая о последствиях этого инцидента. Сколько лет прошло? Это был первый раз, когда они услышали, что было убито высшее существо, и оно было убито на глазах у всех. Только что все видели расплывчатую фигуру, которая стреляла. Но никто не мог видеть ее лица. Можно было только смутно догадаться, что это была женщина несравненной элегантности. Ты все еще хочешь атаковать? Гучинг и посмотрел на людей Пурпурного Особняка, которые уже были напуганы, а их души дрожали до крайности, и слегка улыбнулся. Или ты хочешь вернуть изначальную кость до небесного короля Цзияна? Говоря, он указал на изначальную кость до в своей руке, которая светилась пурпурным светом, кристально чистой и переплетенной с божественностью. Пучки фиолетовой ауры Хунмэн переплелись и свисали на нем, выглядя чрезвычайно загадочно и величественно, как будто он мог эволюционировать в небеса и мир. Когда Гучинг и выкопал кость до небесного короля Цзиян, он еще не потерял сознание и хотел продержаться, пока его дядя из высшего царства не заберет его. Но в следующий момент, увидев, как его обнадеживающего дядю из высшего царства жестоко убили, он, наконец, не мог больше терпеть, изрыгнул полный рот крови, его глаза закатились, и он потерял сознание. Как мог небесный король Цзиян выстоять под таким сильным ударом? В этот момент, услышав слова Гучинги, все в пурпурном особняке побледнели и испугались, дрожали там, с ужасом смотрели на Гучинги, опасаясь, что он вдруг нападет и убьет всех. Даже их предок, который был высшим существом, был убит, что еще они могли сделать? Сопротивляться? Это только заставит их умереть быстрее. Кажется, вы еще подкованы в текущих делах, но смертной казни можно избежать. Живое преступление неизбежно Гучинги посмотрел на их испуганные лица, и улыбка на его лица не уменьшилась. Но когда дело дошло до последней фразы, его слова стали резкими и равнодушными. Пурпурный особняк вступил в сговор с наследником демонического искусства и убил их сверстников. Все, давайте казним их. Пойдем, позволь мне подавить жителей пурпурного особняка и дождаться избавления. Ведь в небе за его спиной внезапно пронеслась череда божественных огней, ворвавшихся и перевернувшихся, словно тысяча воинов. Ослепительные, великолепные и неотразимые, все в доспехах, с небесными мечами, копьями, алибардами, агрессивные, кровожадные. Это, куда юный господин Чингэ отправил бессмертных стражей. Все смотрели на эту сцену с удивлением. Только тогда они заметили, что Гучингэ в какой-то момент отправил элитную команду. База совершенствования каждого была выше царства небесного бога, как будто они родились из моря крови, с сильным злым духом. Как и ожидалось, Гучингэ уже все спланировал. Он хотел иметь дело не только с небесным королем Цзияном, но и с пурпурным особняком позади него. Какое великое мужество. Зрачки шестикоронного короля не могли не сузиться, и он не мог не чувствовать потрясения в своем сердце. Гучингэ должен был знать о местонахождении небесного короля Цзияна давным-давно, но он долгое время не предпринимал никаких действий. Вместо этого он ждал, пока силы Цзияна прибудут сюда. Есть логическое оправдание. Он действительно планирует разрушить пурпли Мансион? Шип. В это время отреагировала и небесная дева Феникса. Спрашивала она себя, хотя и видела много расчетов, но сегодня все равно не могла не вдохнуть холодного воздуха, чувствуя себя немного испуганной. Затем, на шокирующем взгляде всех, эти бессмертные стражи устремились к небу с убийственной аурой, окружили всех из пурпурного особняка, желая уничтожить их. Хотя жители пурпурного особняка были очень напуганы, как они осмелились сопротивляться. Они прибыли очень быстро, но и были очень быстро подавлены, включая электростанцию Квази Верховного Царства, чье Духовное море также было запечатано, сильно подавлено и не осмеливалось сопротивляться. Цзиян Небесный Король был случайно запечатан Гучинге, и он бросил его бессмертным стражем, поэтому он не решил убить его в это время. Для Гучинга у Небесного Короля Цзиян была еще одна функция, однако маленькая бутылка с водой из озера Реинкарнации на Небесном Короле Цзиян была забрана Гучинге. Ранее он видел, как Цзиньоя передал эту маленькую бутылку Гусиньер, но Гусиньер не взяла ее, а взял ее Небесный Король Цзиян. Почему ты все еще в оцепенении? Местонахождение Цзинься и скоро станет известно, Небесный Король Цзиян в моих руках, и он объяснит все это рано или поздно. Затем фигура Гучинга упала с неба, подошла к Гусиньер, которая все еще была немного ошеломлена, и сказала с легкой улыбкой «Ум». Гусиньер кивнула, ее глаза были холодными, она ничего не сказала и больше не задавала вопросов. Она не возражала Гучинге, как раньше, но казалась непривычно тихой и безразличной, как будто в любой момент могла стать бессмертной. Гучинга знал, о чем она думает, и не мог не улыбнуться. «В чем дело, ты все еще думаешь о том, что только что произошло?» Услышав, как он проявил инициативу, чтобы упомянуть об этом, Гусиньер была немного удивлена, но она взглянула на Гучинга и ничего не сказала, но ее отношение было уже очевидным. Она не была глупа, наоборот, она была умнее многих земледельцев. Раньше это было потому, что она чувствовала, что небесный король Цзиян и Цзинюя беспокоятся и действуют из лучших побуждений, и планировали посеять раздор между ней и Гучинги. Это очень разозлило ее, и, не задумываясь, она прямо пришла к выводу, что небесный король Цзиян и Цзинюя подставили Гучинги. Но, судя по всем действиям только что, Гучинги, очевидно, планировал иметь дело с небесным королем Цзияном давным-давно и даже привел за собой могущество царства императора древней бессмертной семьи Гу. Эти приготовления не могли быть завершены за один день, что только показывало, что Гучинги действительно спланировал это давным-давно. В этой ситуации небесный король Цзиян был подобен несчастному призраку, и у него не было ни единого шанса обернуться. Эти вещи были просто ужасны. Гусиньер знал, что Гучинги не был просто плохим человеком, но он не имел ничего общего с хорошими людьми. Что касается фотографий, которые показал ей небесный король Цзиян, Гусиньер вообще не волновала. Хотя Гучинги был очень угрюмым, а его методы ужасающими, он никогда не причинит ей вреда. Если Гучинги действительно интересовала ее происхождение, как она могла дожить до сих пор со своими небольшими средствами. Однако, если то, что сказали небесный король Цзияны Цинюя, было правдой, как она встретится с Гучингой в будущем. Если он был наследником демонического искусства, то кем была она? Сообщник наследника демонического искусства. На самом деле, Гусиньер не оказала особого сопротивления наследнице демонического искусства, потому что ее группа мастеров в Персиковой деревне сами были и добрыми, и злыми, и у каждого добра и зла был свой набор стандартов поведения. Однако она все еще надеялась, что все эти слова были ложью, и все они были намеренно сказаны небесным королем Цзияном, чтобы оттолкнуть отношения между ними двумя. Думаю, есть кое-что, что мне еще нужно тебе сказать, чтобы ты не выглядел так, будто я должен тебе денег. Гучингой взглянул на глубоко задумавшегося Гусиньера и сказал. В то же время он махнул рукой, сигнализируя бессмертным стражам, чтобы они уводили жителей Пурпурного особняка. Увидев это, другие гении вдалеке хотели подойти и сделать им комплимент, но они тоже сознательно стояли вдали и не двигались с места. То, что они увидели сегодня, действительно потрясло их, и они хотели расспросить Гучингой о многом. Король шести корон, небесная дева Феникс и остальные не выступили вперед, а некоторое время молчали, а затем превратились в божественный свет и ушли один за другим. Вскоре ушли и многие практикующие здесь, передав то, что произошло сегодня, стоящим за ними силам и сектам. Гэм, мысли Гусиньер прервались, и она подозрительно посмотрела на Гучинге. Хотя она была немного недовольна его метафорой, ей все же было немного любопытно, что Гучинге собирался ей сказать. На самом деле, я нашел это место до того, как ты пришел сюда. Я слышал все, что сказал тебе небесный король Цзэйян. В том числе он сказал, что я наследница демонического искусства, сказал, что ты была их младшей сестрой в своей прошлой жизни, и тебе нужно только выпить воды озера Реинкарнации, ты можешь восстановить память о своей прошлой жизни. Я, естественно, видел эту картину, я даже слышал, как вы сказали, что если эта картина верна, вы были бы готовы это сделать. В последствии Гучинге со спокойным выражением лица признался в этих вещах. Но когда дело дошло до спины, он не мог не показать слабую улыбку уголком рта. Услышав это, Гусиньер расширила свои красивые глаза и удивленно посмотрела на него. Но когда она услышала последнюю фразу, она все равно не выдержала. Она почувствовала, как ее лицо стало горячим от поднимающейся дымки. Как он мог вдруг сказать такие слова в то время? Его даже услышал Гучинге, глядя на выражение лица Гучинге, она просто хотела выкопать яму и похоронить ее. Гучинге, не думай слишком много, это всего лишь мои гневные слова, возможно ли, что ты все еще воспринимаешь это всерьез? Тем не менее, навыки поднятия энергии Гусиньер все еще были очень хорошими. Вскоре она вернулась к своей истинной природе, мельком взглянула на него и даже задала вопрос. С видом ты думаешь, это красиво? Конечно, она действительно не ожидала, что Гучинге вдруг скажет это. Однако признание Гучинге заставило ее почувствовать себя намного лучше. Она обнаружила, что ее волнует не личность Гучинге, а его отношение. Твоя реакция слишком велика? Я говорю тебе это, потому что хочу, чтобы ты понял одну вещь. Гучинге слегка улыбнулся. Я знаю, тебе не нужно мне об этом говорить. Гусиньер сказала. Хотя я не слышу ничего хорошего из твоих уст, я все же доверяю тебе. Нет, на самом деле то, что сказали Цзиян Небесный Король и другие, правда. Однако Гучинге махнул рукой, чтобы прервать ее, и то, что он сказал, внезапно ошеломило Гусиньер, очень ошеломило. Какое-то время она не знала, правда или ложь то, что сказал Гучинге. Со слабой улыбкой на губах Гучинге он продолжил. Поэтому ты должен держаться от меня подальше в будущем, может быть, однажды, если ты сделаешь меня несчастным, я брошу тебя в темницу, выпью твою кровь, выкопаю твои кости и проглочу твое происхождение. Значит, ты не мог не появиться, когда увидел, как меня ранил Небесный Король Цзиян. Гусиньер отреагировала. Она не могла сдержать зуд зубов. Она была немного возмущена и начала соревноваться с ним. Да, в конце концов, я сказал, что никто, кроме меня, не может запугивать тебя. Небесный Король Цзиян искал своей смерти, я не могу винить его за это. Гучинге кивнул и серьезно признал это, а затем с сожалением сказал. К сожалению, ты слишком слаб. Я думал, что с твоей силой он не причинит тебе вреда. Гусиньер была ошеломлена и внезапно вспомнила, что обиды между Гучингой и Небесным Королем Цзияном, похоже, были вызваны ею. Имела ли дело Гучингой с Небесным Королем Цзиян или Пурпурным Особняком, на самом деле это не имело к ней никакого отношения. Она все еще боролась с личностью Гучингой и его ужасающими методами. Вы, должно быть, думаете, что я слабая. Подумав об этом, Гусиньер уставилась на Гучингой и, наконец, промычала из своего носа вскоре инцидент в горах Ханю и сразу же распространился по всему Верхнему Царству, вызвав невообразимую огромную сенсацию. Это было похоже на сильное землетрясение. Все культиваторы, узнавшие об этом, округлили глаза от изумления и были потрясены на месте, долго не в силах среагировать. Слушая события из уст многих культиваторов, которые были свидетелями этого своими глазами, они распространялись повсюду с невообразимой скоростью, как будто новости выросли крыльями. Слова, которые следовали одно за другим, были невероятными и казались сном. Сначала Гучингой бросился в горам Ханю и нашел Цзияна Небесного Короля, подавив его. Таинственный человек, который пытался убить святую деву Цзиянь, также сбежал и в конце концов исчез. После этого группа электростанций из пурпурного особняка прорвалась через пространство и спустилась. Человек во главе был высшим существом, пытающимся спасти Небесного Короля Цзияна. Его сильные и высокомерные отношения шокировало земледельца и гениев, наблюдавших все это в то время. Во время этого процесса источник силы на вершине Великого Священного Царства из пурпурного особняка встал на сторону Цзияна Небесного Короля и попытался преподать Гучинга урок. Однако он был серьезно ранен ударом слева Гучинга. Если бы высшее существо из пурпурного особняка не спасло его, этот человек трагически погиб бы на месте. После этого инцидента высшее существо пурпурного особняка разозлилось, пренебрегая моралью, когда он попытался запугать молодых и напрямую напал на Гучинга. Но в следующий момент появилась таинственная электростанция и нанесла мощную атаку. Аура меча проникла между бровями высшего существа, его душа была уничтожена, и он умер прямо на месте. Смерть верховного существа таким шокирующим образом действительно потрясла всех. Нужно знать, что верхнее царство не видело битвы между верховными много лет, не говоря уже о смерти верховных. Помимо упадка небес, редко можно было услышать о падении высшего существа. И сегодня смерть высшего существа пурпурного особняка казалась началом этого великого мира. У многих культиваторов было предчувствие, что следующее высшее царство может быть немирным, и произойдут большие события. Поскольку такое произошло, пурпурный особняк определенно пришел бы в ярость и не позволил бы этому уйти. А древняя бессмертная семья Гу, стоящая за Гучинги, была загадочной и непредсказуемой. Даже самые старые секты аристократических семей крайне боялись их мощь, которую подозревали в том, что она император, теперь была рядом с Гучинги, чтобы защитить его. Это также показало, что отношение древней бессмертной семьи Гу к этому вопросу было сильным и властным. Что, если бы вы были верховным, им было все равно, и они просто начали обезглавливать. Отношения между небесным королем Цзияном и наследником демонического искусства были неописуемы. Этот шаг пурпурного особняка был равносилен объявлению высшему царству о том, что они работают вместе с наследником демонического искусства. Многие силы ДАА начали обсуждать, включая древний клан Е, нацию бесконечного огня, гору императора и другие силы ДАА. Те, кто пострадал от ядовитых рук наследника демонических искусств и имел неразрешимую ненависть, они беспокоились, что не смогут найти след наследника демонического искусства и не будет никакой зацепки для начала. Действия пурпли Мансион были ничем иным, как пощечиной многим силам ДАА, что мгновенно вызвало общественный гнев. Среди различных сил ДАА некоторые высокопоставленные чиновники начали обсуждать и планировать крестовый поход против пурпурного особняка вместе с древней бессмертной семьей ГУ, чтобы восстановить справедливость в мире. Какое-то время во всем верхнем царстве царила атмосфера спокойствия перед бурей. В то же время истинная бессмертная академия также поспешно приказала всем опытным ученикам вернуться в академию, чтобы не вовлекать их. Гении, которые все еще находились в крупных древних королевствах, эвакуировались один за другим и прекращали свои испытания, потому что у них было предчувствие, что место, где находится Гучинги, не будет оставаться спокойным в следующий период времени. В настоящее время в пурпурном особняке вообще не было покоя. Окруженная горами, окутанная облаками и туманом, раскинулась могучая пурпурная аура, демонстрируя свой величественный вид. Посреди великолепного дворца много фигур с ужасающей аурой можно было увидеть стоящими, их лица были размыты, они были окутаны хаотической энергией, когда они что-то обсуждали. С холодным выражением лица Людзы Яни она посмотрела на седобородого старика в белом халате наверху и не могла не спросить. Старейшина, то, что вы сейчас делаете, похоже на то, что вы толкаете весь пурпурный особняк в костровую яму и закопать ее в бездну. Теперь, когда пурпурный особняк вызвал общественный гнев, остальные силы да обсуждают крестовый поход. Вы не хотите решать этот вопрос и даже планируете отомстить. Ты действительно собираешься похоронить весь пурпурный особняк? Сделав это, посреди зала сидел старик с белой бородой и в белом халате. Глаза его были глубоки и обширны, как бескрайнее звездное небо, в котором развивались разные сцены, а конец был загадочен. Позади него была величественная и тяжелая аура, которая поднималась и опускалась, как будто мир грохотал и вращался, что было чрезвычайно страшно. Услышав это, он просто спокойно и равнодушно взглянул на люд Зеяня, покачал головой и сказал. Вы не понимаете, Зеян берет на себя будущее моего пурпурного особняка, и нет места потерям. Если с ним что-то случится, удача моего пурпурного особняка будет отрезана в течение 100 лет. Теперь единственный шанс моего пурпурного особняка лежит на нем. Через 100 лет он прыгнет в небо, иначе оно придет в упадок. Сделай выбор. За его спиной стояло много фигур, и лица их были по-прежнему равнодушны и спокойны, как будто они знали об этом давно. Услышав это, Лю Цзеян все еще стиснула зубы и сказала. Если это так, то почему великий старейшина принял меры и поместил моего отца под домашний арест? Теперь, пока в пурпурном особняке есть небольшое сопротивление, вы пребываете, чтобы подавить его. Это то, что ты сказал. Ее слова были щедрыми и твердыми, с праведностью, но также содержали гнев и нежелание. Она не ожидала увидеть такую ситуацию после возвращения в пурпурный особняк. Все ученики и старейшины, выступавшие против их решения, были заключены в темницу. База совершенствования великого старейшины была непостижима. Когда ее отец был еще обычным учеником, он уже был великим старейшиной пурпурного особняка, наблюдавшим за миром тысячи лет. Если великий старейшина сделает ход, даже если ее отец теперь патриарх пурпурного особняка, у него не будет шанса сопротивляться. Лю Мин знает, что нужно заботиться только о непосредственных интересах, а не о долгосрочных переменных в будущем. Выражение лица великого старейшины по-прежнему не изменилось, и он сказал легкомысленно. Теперь, когда все силы да объединились для битвы, если великий старейшина полон решимости идти своим путем, не говоря уже о сотни лет, даже если это год, невозможно продержаться. Лю Цзэян все еще скрипел, ее зубы и ее красивые глаза были полны нежелания. Почему это была такая простая истина, которую великий старейшина не понял? Иди, отправь святую деву на покой. В это время святая дева может совершенствоваться со спокойной душой. Тебе не нужно беспокоиться о делах в секте. Однако великий старейшина не дал Лю Цзэян закончить свои слова и попросил кого-то снять ее. Выражение ее лица все еще было спокойным и безразличным. Старейшина, а как насчет древней бессмертной семьи Гу? Затем, увидев, как Лю Цзэяня сбивают с ног. Ужасное существо, стоящее с другой стороны, с расплывчатым лицом открыло рот. Между ресницами, которые открывались и закрывались, были переплетены сотни миллионов богов. Горы и моря вздымались и опускались. Солнце и луна рушились, и он неуверенно спросил. Древняя бессмертная семья Гу существует уже давно. Она действительно загадочна, и ее наследие не следует недооценивать. Но с момента существования моего пурпурного особняка он также претерпел всевозможные лишения и бессмертие. Ложное обвинение Гу Чинги, древняя бессмертная семья Гу не может не знать об этом, но им все равно на это наплевать. Как такое поведение, защищающий телят, может появиться на моем лице и заявить, что мой пурпурный особняк защищает короткий. Кровь верховного лорда пурпурного дворца не может быть пролита напрасно. Когда великий старейшина услышал эти слова, его цвет лица явно сильно паник, а затем он сказал легкомысленно и решил искать справедливости для своего верховного господа. Да, когда несколько ужасающих существ услышали эти слова, их лица стали торжественными, и они уже прояснили отношения великого старейшины. Затем фигура вспыхнула, и космический канал открылся, как только они покинули это место. Все их культивирование было в высшем царстве, которое было намного сильнее Всевышнего, который раньше бросился спасать небесного короля Цзаяна. Теперь, когда они были проинструктированы, было естественно начать приготовление, и в то же время они должны были найти способ спасти жизнь небесного короля Цзаяна. Иначе все было бы напрасно. Через сто лет, если в мире не будет пурпурного особняка. Как изменится день? Увидев, что все ушли, великий старейшина слабо вздохнул, и выражение его лица стало очень холодным. Затем он махнул рукавом и встал с места, прошел через пустоту и оказался в очень темной пещере. Здесь изливалась бессмертная аура, белый, черный, серый, трехцветный туман наполнял воздух. Он был бурным и обширным, и более странным. Там был человек, одетый в большую мантию, с жесткими конечностями, с изможденным лицом, запавшими глазницами, чешуйчатой кожей и странной фигурой с седыми волосами. На руках он сидел, скрестив ноги, казалось, что оно уже потеряло свою жизненную силу и осталось неподвижным. Брат, мне нужно попросить тебя сделать еще одно гадание. На этот раз, столкнувшись с бедствием древней бессмертной семьи Гу, сколько жизненных сил у моего пурпурного особняка. Сюда прибыл великий старейшина пурпурного особняка, и его лицо тоже было немного величественным и испуганным из-за боязни быть зараженным. Но, подумав о чем-то, он немного подумал и спросил. Мало кто знал, что развитие Пурплемансион по сей день неотделимо от этого странного человека в этом пещерном особняке. Даже первоначальный основатель пурпурного особняка нашел возможность благодаря гаданию этого чудака, где он получил «да», а затем основал пурпурный особняк. Услышав это, веки чудака затрепетали, как будто вот-вот раскроются, но эти веки были тяжелы, как величественное голубое небо, и смогли приоткрыть лишь крохотную щель. Увидев это, лицо великого старейшины пурпурного особняка помрачнело. В прошлом глаза странного человека можно было немного приоткрыть, но теперь было очень трудно даже держать их открытыми. Если он больше не мог открыть глаза, это означало, что он больше не мог продолжать гадание. В конце концов, как он мог легко использовать такую силу, чтобы шпионить за небесным путем? Эти негативные реакции на чудаков были лучшим доказательством. Думая об этом, великий старейшина пурпурного особняка не мог не вздохнуть. В начале он был основан на гадании этого странного человека с помощью различных тайных методов, чтобы привлечь сильных героев запретной эпохи. В конце концов, это дорого стоило, и даже сгорела удача пурпурного особняка, которая проложила путь к рождению небесного короля Цзияна, чтобы стать бессмертным, сопровождаемым костью Хун Мэнда. В Цзиянг Хявин Лэкинг он приложил слишком много усилий не только для Пурпли Мансион, но и для себя. Если бы небесный король Цзиян смог достичь просветления до своей смерти, то пурпурный особняк, несомненно, процветал бы тысячи лет, и он мог бы сидеть с миром. Если не, тогда он мог только использовать бросающую вызов небесам запретную технику перед смертью. Захватить продолжительность жизни небесного короля Цзияна и все остальное, чтобы прожить еще одну жизнь и продолжить наследство пурпурного особняка. Если бы не странный человек, который был в долгу перед основателем Пурпли Мансион, как бы он мог помочь ему столько раз? И именно по этой причине он не мог позволить себе потерять небесного короля Цзияна, даже если бы действительно вступил в сговор с наследником демонического искусства. 10. В это время великий старейшина пурпурного особняка, который нахмурился, вдруг услышал слова странного человека, которые были крайне расплывчаты. 10. Великий старейшина пурпурного особняка выглядел счастливым и не мог не спросить. Однако, когда он услышал следующие слова, его лицо внезапно побледнело, он потерял всю кровь, и все его тело почти застыло на месте. 10. Смерть без жизни. Тетя Цин. С другой стороны, в древнем королевстве Сюаньву, в тихом и необитаемом боковом зале, Гучинг стоял у окна. Заложив руки за спину, его одежда развивалась, когда он смотрел на темные горы вдалеке, со слабой улыбкой на лице. Я должен поблагодарить вас за сегодняшнее дело. Пустота перед ним заколебалась, появилась смутная фигура с несравненной элегантностью. Это лицо было не настоящим, словно находившимся в другом мире. Ее зеленое платье было похоже на Дая, ее волосы развивались, ее глаза были тихими и мирными, как теплый и чистый нефрит, который свисал, как яркая и безупречная луна. Нет проблем. Маленький Всевышний, ты действительно высокомерен. Женщина в зеленом покачала головой, ее голос звучал как звуки природы, и он мог заставить людей чувствовать себя непринужденно. Мы не виделись несколько лет, тетя Цин все так же прекрасно, как и прежде, и теперь верховная электростанция тоже разрушена по щелчку ее пальца. Гучинг улыбнулся и небрежно болтал с ней. Тетя Цин, ранее известная как Гу Циньи, согласно ее поколению, она на самом деле не была членом поколения семьи Гу, и это можно было даже проследить очень далеко назад. Она была древним уродом семьи Гу, но жила в ту же эпоху, что и отец Гучинги. Когда он родился, Гу Циньи был намного моложе отца Гучинги. По этой причине отец Гучинги относился к ней как к праведной сестре и хорошо о ней заботился. Вот почему Гучинги называла ее тетей Цинь. Что касается того, почему она стала опекуном Гучинги, говоря об этом, на самом деле было довольно много поворотов. Когда Гучинги впервые появился в возрасте трех лет, он ошеломил своих сверстников из семьи Гу. Даже те члены клана, которые были немного старше его, выглядели крайне мрачно. Во время этого процесса многие старейшины семьи Гу изменили свое мнение и почувствовали, что достижения Гучинги в таком юном возрасте будут безграничны в будущем. Выбор правильного опекуна, естественно, был главным приоритетом. Однако ко всеобщему удивлению, в то время Гучинги только сказал, что может толкать мир по горизонтали, не нуждаясь в хранителе. Трехлетний ребенок сказал это равнодушно, что действительно шокировало всех в семье Гу. Некоторые люди думали, что Гучинги был немного высокомерным в молодом возрасте. Ведь каким бы удивительным он ни был, он столкнется с опасностью еще до того, как вырастет. Самое высокое дерево притягивало сильный ветер, и его было легко сломать. Просто Гучинги не мог убедить в этом вопросе, и даже его отец ничего не мог с этим поделать. Однако, в конце концов, вопреки всем ожиданиям, Гучинги внезапно попросил Гуцинги стать его хранителем. Гуцинги была очень могущественной, независимо от таланта или развития, но, несмотря ни на что, она не могла быть хранительницей трехлетнего ребенка. Но на самом деле она согласилась. Этот инцидент вызвал в то время много шума, вызвав зависть у многих учеников семьи Гу. В конце концов, Гуцинги была заслуженной пырой, и некоторые люди даже утверждали, что она станет просветленной раньше отца Гучинги. Многие старейшины клана предположили, что Гуцинги согласился только из-за лица отца Гучинги. Но на самом деле Гучинги знал, что в то время он был просто жадным до происхождения семьи, и планировал медленно следовать этому в будущем. И почему Гуцинги согласился, возможно, это было из-за его отца. Но еще одна причина должна заключаться в том, что Гуцинги, казалось, что-то заметил. Поскольку у нее было врожденное девять бессмертных сердец, это не было секретом для старших членов семьи Гу. Ты не звонил мне много лет, я думал, ты забыл обо мне, твоем хранителе. Когда Гуцинги услышала эти слова, она была спокойна и искренна, как будто ситуация произошла давным-давно. В ее глазах не было никаких изменений. Ее фигура была очень расплывчатой, словно плывущий свет и танцующая тень в другом бескрайнем и далеком мире. Тетя-сын жалуется, у Гуцинги все еще была улыбка на лице. Честно говоря, Гуцинги была первым человеком, которого он не мог видеть, включая ее мысли, ее развитие и так далее. Он даже подозревал, что Гуцинги уже достигла глубокого царства царства императора, и она, вероятно, была недалеко от просветления. Однако Гуцинги проигнорировала его поддразнивание и просто покачала головой. Ты кажешься другим, чем раньше. О, какая разница. Гуцинги удивленно поднял брови. Ты стал немного человечнее, добавил Гуцинги во дворце было тихо. Горы вдалеке двигались вверх и вниз, окутанные темными тенями дымными облаками, это было очень красиво. Вдалеке можно было даже увидеть восходящие к небу разноцветные лучи света и струящийся туман, отражающий великолепное и необычное небо. Когда Гуцинги сказала это, ее глаза казались слегка ошеломленными, как будто она что-то вспомнила. Однако ее фигура не появлялась в этом пространстве, она была отделена от Гуцинги горами и морем. Ее лицо было расплывчатым, одежда слегка развивалась, и даже Гуцинги не мог четко разглядеть ее выражение. Тетя Цин говорит, что раньше я не был похож на человека. Услышав это, Гуцинги совсем не удивился. Он подошел к столу, взял стоявшую на нем чашку из белого нефрита, глубоко вздохнул и с легкой улыбкой спросил. Нет, ты вообще не был человеком. Гуцинги посмотрела в сторону, ее взгляд проник сквозь ла и пространство, упал на его лицо, она слегка покачала головой, и в ее голосе не было волн. Кажется, тетя Цин очень высокого мнения обо мне. Гуцинга улыбнулся. Хотя он знал по тону ее слов давным-давно, ему всегда было странно слушать ее вот так. Когда люди говорили с ней, они действительно чувствовали, что она убьет их в любое время. Однако, учитывая, что Гуцин я мало контактировала с посторонними, и обычно она совершенствовалась в уединении, его это не волновало. С таким нравом можно ли было ожидать, что она будет хорошо ладить с людьми? Но, говоря об этом, во всей семье Гу даже его родители не знали его так хорошо, как Гуцинги. Это была странная интуиция. Вот почему Гуцинги попросил Гуцинги остаться с семьей Гу, прося ее не защищать его. Конечно, с одной стороны, он беспокоился, что существование хранителя повлияет на некоторые из его планов. С другой стороны, это было также потому, что Гуцинги слишком хорошо знала его, и она тайком смотрела на него, что всегда заставляло Гуцинги чувствовать себя очень неловко. Гуцинги была с ним с трехлетнего возраста, хотя много раз она никогда не появлялась и пряталась в темноте. Но на самом деле она знала каждое движение Гуцинги. Позже Гуцинги обратился с просьбой, чтобы Гуцинги не пришлось его защищать. Казалось, настоящее тело Гуцинги было не в этом пространстве, а на бесконечном расстоянии. Убийство высшего существа было для нее скорее вопросом мысли. Гуцинги не знал, насколько она сильна. Но у тебя сейчас все хорошо. Затем, снова сказала Гуцинги, ее фигура становилась все более и более расплывчатой, и она шла вдаль. Ее юбка развивалась при ходьбе, босые ноги были белее снега, голубой шелк был подобен Дая, и в мгновение ока от нее не осталось и следа. Гуцинги смотрел, как она исчезает в изумлении, затем покачал головой, не принимая это близко к сердцу. Он не мог угадать мысли Гуцинги и не чувствовал от нее никакой угрозы. Гуцинги был надежным человеком. Затем его фигура вспыхнула, когда он покинул дворец и вошел в темницу, где был заключен небесный король Цзэйян. Следующим шагом была подготовка к бою с Пурплемансион. Его не беспокоила битва между его древней бессмертной семьей Гу и бессмертной сектой. В конце концов, Пурпурный особняк далеко не стоил заботы древней бессмертной семьи Гу. До этого у небесного короля Цзэйяна еще оставалось кое-что. Кроме того, такие силы, как Гора Императора, Клан Древних Е, Нация Бесконечного Огня и Клан Белого Тигра, также обсуждали, как атаковать Пурпурный особняк, как он и ожидал. Гуцинги чувствовал, что ему не нужно использовать много средств. Достаточно полагаться только на силу древнего бессмертного континента. Черный Небесный Орел, Божественный Крокодил, Древний Змей, Древний Бессмертный Дракон. Силу этих кланов нельзя недооценивать. Он уже приказал этим кланам прислать людей. Когда придет время, он сначала придумает, как позволить таким силам, как Гора Императора, взять на себя инициативу, а затем пошлет большую армию, чтобы подавить границу и напрямую войти в горные ворота Пурпурного особняка, как раз вовремя для рыбак на пользу. Гуцинги также мог видеть, обучал Лихой Яню эту армию в соответствии со своими требованиями в этот период. При этом в безбрежном пространстве, которое было бесконечно далеко. Великолепная женщина в зеленых одеждах словно возникла из пустоты. Она стояла на вершине горы, глядя на облака и туман под ногами. Казалось, что она одна во всем пространстве. Море облаков перекрылось, а вода и небо образовали линию на горизонте. Издалека казалось, что небо отражается в облаках и тумане. Он был величественным и высоким. Гуцинги слабо вздохнул. В этот момент ее взгляд как бы проникал в бесконечное пространство в одно мгновение, что было чрезвычайно сложно. Бессмертный дворец. Разрушить одной ладонью восемь тысяч государств, и на девяти небесах ничего не будет. Это повторится глубоко в имперской столице древнего королевства Сюаньву. Метро. В темном, сыром подземелье. Сюда был брошен человек в пурпурном одеянии, весь в крови, окруженный мхом, источавший зловоние. Гучинги. В этот момент человек в пурпурном одеянии издал рев и очнулся от комы. Этот звук был очень ужасающим, как будто это был отчаянный рев зверя, который был на грани отчаяния. Раздирающая боль раны и перелом костей заставили небесного короля Цзияна стиснуть зубы, его лицо побледнело, а холодный пот размером с горошину покрыл лоб. Потеряв изначальную кость, да, он не мог даже вылечить эту травму. Страшная сила, очень странная, которая могла поглотить все, пожирала его происхождение и душу. Дворец его души рушился, свет его души был тусклым и, казалось, вот-вот треснет. Гучинги. Я не успокоюсь, пока ты не умрешь. Цзиян Небесный Король не мог не издать низкий рык, его кулаки были крепко сжаты, его кости и пальцы побелели. Затем он заметил свое нынешнее окружение, его лицо опустилось, как вода, и он заставил себя успокоиться. Ему казалось, что он видел долгий сон. Он стал одиноким призраком, блуждающим между небом и землей и, наконец, по какой-то неизвестной причине увидел некогда оборванные и рухнувшие горные ворота. Он увидел пурпурный особняк, который был поглощен пламенем и превратился в пепел. Он также видел старшего брата Цинюя и младшую-младшую сестру Дасянь. Они выглядели испуганными и покрытыми кровью, как будто хотели что-то ему сказать. Но, в конце концов, он тоже не мог слышать, о чем они говорили. Огонь поглотил все. Позже он проснулся от боли, и все, что он видел во сне, было залито кровью. Цзиян Небесный Король чувствовал, что это будущее, с которым ему предстоит столкнуться. Его хозяева, родственники и друзья пострадают от ядовитых рук Гучинги, и никто не может быть пощажен. Это сделало его чрезвычайно злым и ненавистным, но он был глубоко обеспокоен из-за своей слабости. Вы встали? В этот момент со стороны раздался смешок, от которого цвет лица Цзияна Небесного Короля резко изменился. Он резко повернул голову, зрачки его сузились, а выражение лица стало вдруг чрезвычайно холодным и ненавистным. Это ты, Гучинги. Он стиснул зубы и чуть не выплюнул эти три слова изо рта с чудовищной ненавистью и гневом. Из темноты вышла высокая фигура со слабой улыбкой на красивом лице. Брат Цзиян хорошо спал сегодня ночью, но, кажется, тебе снится кошмар. Я думаю, ты, должно быть, сделал много неприятных вещей, и ты не можешь спать спокойно. Гучинги небрежно улыбнулся, и охранник позади него увидел это и поспешно отодвинул каменную скамью и поставил ее позади себя. Услышав это, выражение лица Небесного Короля Цзияна стало еще холоднее. Он холодно посмотрел на него, не говоря ни слова, словно собираясь превратить тело Гучинги в пепел. Однако Гучинги не собирался садиться и махнул рукой, позволяя охранникам уйти. Только тогда он на мгновение посмотрел на текущее состояние Небесного Короля Цзияна. К сожалению, по сравнению с вашим старшим братом Цзиюя, вы все еще далеко позади. Он с сожалением покачал головой. В конце концов, Цзиян не был сыном удачи, в лучшем случае он был просто человеком с великой удачей. Следовательно, правило очистки и сброса очка удачи не могло быть активировано. Это заставило Гучинги немного сожалеть. Какая трата Лука Пария? Цзиян Небесный Король не понял ни слов Гучинги, ни цели его прибытия сюда. В его сердце были только гнев и ненависть. Если бы глаза могли убивать людей, он убил бы Гучинги тысячи раз. Гучинги, между мной и тобой нет вражды, почему ты так меня обидел? Цзиян Небесный Король не мог сдержать гневного крика. Гучинги улыбнулся, покачал головой и сказал. Брат Цзиян, ты не можешь так говорить, очевидно, ты хочешь иметь дело со мной, что ты имеешь в виду, что между нами нет вражды. Когда он сказал это, что-то внезапно появилось в его ладони. Предмет был кристально чистым, и даже кровь и кости в нем были прозрачными, с остатками пурпурной ауры, что делало его чрезвычайно загадочным, как будто он мог эволюционировать в небеса и мир. Кость Хун Мэн Даа, увидев это, выражение лица Небесного Короля Цзияна стало еще холоднее, его тело задрожало, и он был очень зол. Это было то, что сопровождало его, когда он родился. Хун Мэн спустился с неба, и звук Даа наполнил воздух. В это время золотой лотос расцвел и пустил корни в пустоте. В радиусе 10 000 миллион был полон благоприятных пейзажей. С костью Хун Мэн Даа, он когда-то пронесся и подавил эпоху, сделав его непобедимым, даже если проснулись древние уроды других эпох, они были им побеждены. В эту эпоху, если бы он не встретил Гучин Ги, как он мог быть так смущен? Теперь он выкопал даже кость Хун Мэн Даа. Таинственная сила кости Хун Мэн Даа могла даже позволить культиваторам контролировать силу эволюционного мира. Гучин Ги посмотрел на кость Хун Мэн Даа в своей руке. Честно говоря, эта штука намного уступала трансцендентной кости, которую он выменял из системы. Редкость кости Хун Мэн Даа заключалась в содержащемся в ней Хун Мэн Даа. Хаос и первозданная аура могли трансформироваться. Конечно, врожденной Даа в этой кости Хун Мэн Даа не было полным, в лучшем случае были некоторые образцы прототипы. Целью его извлечения было просто проверить, имеет ли глаз бессмертного Даа Цзинга какое-то отношение к кости Хун Мэн Даа. Однако, кроме выражения лица небесного короля Цзинга, который было еще более ледяным и злым, на его теле не было никакой дополнительной реакции. Кажется, это не имеет ничего общего с костью Хун Мэн Даа. Тогда это должно быть связано с фиолетовой аурой Хун Мэн. Затем Гучин Ги махнул рукавом. С гудящим звуком в пустоте внезапно появилось семя, окутанное фиолетовой аурой. Он казался чрезвычайно тяжелым, плавающим вверх и вниз, содержащим какую-то ужасающую силу. Хотя оно и не выздоровело, было ощущение учащенного сердцебиения и души. Нужно знать, что в то время этой пурпурной ауры Хун Мэн было достаточно, чтобы конкурировать с высшим артефактом, и это все еще было при тех обстоятельствах, что Цзиньян Небесный Король не мог использовать ее в полной мере. Если он выздоровеет, его по оценкам можно будет сравнить с истинным бессмертным. Пурпурная аура Хун Мэн Увидев эту сцену, Небесный Король Цзиньян стиснул зубы, и его голос не мог не дрожать. Это было из-за крайнего гнева и нежелания. Пурпурная аура Хун Мэн была божественным артефактом пурпурного особняка. Вначале, чтобы интегрировать это ДАА, ему потребовалось много времени, и он несколько раз терпел неудачу в середине. Более того, фиолетовая аура Хун Мэн не была послушной. Наоборот, это было очень жестоко. Если бы он не обладал изначальной костью ДАА, было бы трудно даже приблизиться к ней, не говоря уже о том, чтобы сплавить ее. Позже, полагаясь на силу пурпурной ауры Хун Мэн, он смог использовать Небесные Глаза Бессмертного ДАА, чтобы шпионить за будущим. Можно сказать, что сам Хун Мэн и кость Хун Мэн ДАА внесли большой вклад в его нынешние достижения. Память о его прошлой жизни стала безвкусной вещью. В любом случае, он много лет интегрировался с пурпурной аурой Хун Мэн. Хотя было трудно полностью активировать его, он все же чувствовал его многочисленные эмоциональные изменения. Было страшно, страшно. Это была эмоция, которую теперь передавала ему пурпурная аура Хун Мэна. В руке Гучинга фиолетовая аура Хун Мэн даже стала послушной и чрезвычайно устрашающей, как будто она столкнулась с каким-то несравненным мастером. Это было нечто невообразимое раньше. Нужно знать, что даже перед лицом великого старейшины пурпурного особняка, который культивировал Сайяны, пурпурный Хун Мэн не обладал бы такими эмоциями и даже излучал некоторое пренебрежение. Перед Гучинга он был еще более послушным, чем котенок, дрожащим и дрожащим. Что было в Гучинга? Кажется, что твое небесное око неотделимо от пурпурной ауры Хун Мэн. Гучинга улыбнулся и заметил реакцию изменения небесного короля Цзияна. Пурпурный божественный узор в центре бровей Цзиян небесного короля слабо светился, распространяясь странными колебаниями, как будто он мог отражать все. Гучинга, что ты хочешь сделать? В этот момент выражение лица небесного короля Цзияна сильно изменилось, и он смутно догадался о намерениях Гучинга. Выражение его лица стало крайне испуганным, лицо побледнело и даже отчаялось. Гучинга не только хотел выкопать его кости Хун Мэн, да, теперь даже его небесное око не пощадили. Если это двухэтапная переработка, возможно, тайные сокровища можно очистить, но это поможет мне предсказать будущее. Гучинга прищурил глаза и сказал себе, полностью игнорируя чрезвычайно испуганное выражение лица небесного короля Цзияна. Гул. Под действием пурпурной ауры Хун Мэн возникла таинственная сила, и осколки времени летели, сияние было великолепным. Появилась река со следами лет, обратившаяся в пепел горы и моря, гром и иссякшие молнией. В пустоте раздался странный грохочущий звук, божественные руны переплелись, превратились в острый длинный нож и с пыхом упали. Что? Цзиян небесный король издал крик, какой бы сильной ни была его воля, он не мог вынести такой боли. В следующее мгновение он потерял сознание. Гучинга махнул рукавом, и появился деревянный ящик. Он поместил в него это сияющее небесное око и спрятал его. После этого его не заботила жизнь или смерть небесного короля Цзияна. Пока что он не мог умереть. Пока сюда не прибыли силы из пурпурного особняка, небесный король Цзиян не мог умереть. В конце концов, он должен был обеспечить пурплемансион иллюзией. Нет, это была надежда. Надежда спасти небесного короля Цзиян. Иначе, если бы они знали, что небесный король Цзиян мертв, они определенно не тратили бы такую огромную цену и не сражались бы со многими силами. Да, снаружи подземелья можно было увидеть ожидающую Гусиньер. Поспешив обратно в древнее королевство Сюанью, она не последовала за остальными учениками обратно в Академию Истинного Бессмертия. Вместо этого она хотела дать объяснение Цзиян и Цзинфыну. Она не будет чувствовать себя спокойно, пока не найдет местонахождение Цзиян. Хотя Гучинга заверил ее, что с Сяей все будет в порядке. Но Гусиньер все еще очень волновалась. Пока она не увидела ее своими глазами, она совсем не могла расслабиться. Увидев, как Гучинга выходит в этот момент, ей стало немного любопытно, но она все же не спросила. Она просто сказала легкомысленно. Кажется, я только что услышала крики небесного короля Цзияна. Гучинга улыбнулся и спокойно сказал. Ничего, я только что спросил его о местонахождении Цзин Сяей, но небесный король Цзиян отказался признать это, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как использовать другие средства. Услышав это, Гусиньер внезапно кивнула, ее взгляд упал на него, и она спросила. Тогда у тебя есть какие-нибудь подсказки? Гучинга небрежно ответил. Хотя небесный король Цзиян отказался признать это, теперь это не потому, что он не хочет этого признавать. Не волнуйтесь, я уже знаю местонахождение Цзин Сяей. После того, как небесный король Цзиян похитил Цзин Сяей, он не сразу передал его наследнику демонического искусства. Похоже, у него другие планы. Услышав это, Гусиньер снова кивнула и почувствовала облегчение. Она действительно догадалась о цели небесного короля Цзияна. В конце концов, у Цзин Сяей было чрезвычайно редкое бессмертное тело, и его происхождение было очень редким. Цзиян небесный король мог просто положиться на Цзин Сяей, чтобы заключить сделку с наследником демонического искусства. Естественно, легко он ее не отдаст. Цзин Сяей будет в порядке. В этот момент Гучинга взглянул на Гусиньер и внезапно вынул из рук простой белый флакон и протянул ей. Это вода озера Реинкарнации, о котором ранее упоминал Цзин Сяей. Я посмотрел на нее, и кажется, что это не проблема. Вода озера Реинкарнации? Гусиньер думала Сяей. Она не ответила, а просто тупо уставилась на него, опустив глаза, прежде чем добавить. После того, как я выпью эту воду, могу ли я восстановить память о своей прошлой жизни? Если то, что Цзин Сяей и Небесный король Цзиян сказали в то время, было правдой, как она встретится с Гучингой после того, как восстановит память о своей прошлой жизни. В конце концов, судя по словам Цзин Сяей, в прошлой жизни она была младшей сестрой Цзин Сяей и Цзиян Небесного короля. А Цзин Сяей и Небесный король Цзиян были врагами Гучинга. Может быть, а может и нет, я в этом тоже не уверен, сказал Гучинге. Тогда, хочешь, я выпью? Гусеньер подняла глаза и посмотрела на него с другим значением в глазах. Она не знала, почему вдруг спросила Гучинге об этом, если бы она действительно восстановила воспоминания о своей прошлой жизни, стала бы она другим человеком. Гучинге не мог удержаться от смеха. После того, как ты выпьешь, ты все еще будешь Гусеньер или ты вдруг сможешь победить меня? Я не это имел в виду. Не меняйте тему. Гусеньер сердито посмотрела на него, зная, что Гучинге намеренно меняет тему. Некоторые вещи решать вам. В конце концов, это ваш собственный выбор. Кроме того, я думаю, вам также любопытно, правда или ложь то, что сказали Цинюя и Цзэян. Улыбка Гучинге исчезла. Он редко становился серьезным и думала Гусеньер. Услышав это, Гусеньер пристально посмотрела на него. Как сказала Гучинге, на самом деле ей также было очень любопытно узнать правду о небесном королеце Яна и словах Цинюя. Была ли реинкарнация в этом мире на самом деле? Она не приняла его, потому что беспокоилась о том, что в этом озере реинкарнации проблема с водой. Но теперь так сказал даже Гучинге, а это означало, что вода в озере реинкарнации должна быть в порядке. Затем, подумав об этом некоторое время, Гусеньер поджала губы, как будто приняла решение. Наконец она взяла маленькую простую белую бутылочку. Но в следующий момент ее действие было очень решительным. Практически без колебаний бутылка была перевернута вверх дном и упала прямо на землю. Ух, с этим звуком. Серебряный блеск, словно галактика, лился из горлышка бутылки в пустоту. Казалось даже, что Млечный Путь упал на 9 дней. Вода в озере была великолепна и ослепительна, таила в себе таинственные руны, но в одно мгновение рассеялась в воздухе, как будто испарилась, и вскоре не осталось и следа. Гучинге, казалось, был немного ошеломлен, увидев все это, а затем сказал с некоторым сожалением. Ты так просто позволил этому упасть? Гусеньер простудил его. Почему бы и нет? Ты действительно хочешь, чтобы я это выпил? Глупая девчонка. Гучинге слегка вздохнул. Если ты не хотел его пить, почему ты не вернул его мне? Ты потратил в пустую хорошую воду озера Реинкарнации. Ценюя, должно быть, потратил много, чтобы получить такую маленькую бутылку. Вода озера Реинкарнации. Ты что, неправильно понял? Ты действительно сейчас переживаешь из-за этого озера? Услышав это, Гусеньер недовольно посмотрела на него. Она думала, что после того, как она сделает этот выбор, Гучинге проявит другое отношение, чем раньше. Например, удовлетворение, счастье и т.д. Или похвалите ее за еду или что-то в этом роде. Но он этого не сделал. Его действительно сейчас огорчила такая маленькая бутылочка воды из озера Реинкарнации? Может быть, она не так ценна, как эта бутылка воды в его сердце? Гучинге посмотрела на нее с выражением «Поскорее похвали меня», написанным на ее лице, и не могла не улыбнуться. Ты потратила в пустую воду из моего озера Реинкарнации, и теперь ты все еще хочешь, чтобы я похвалил тебя? Гусеньер, ты. Некоторые люди выглядят не очень хорошо, но считают себя очень красивыми. Гучинге, ты умеешь говорить против своей совести. Ты гнусный ублюдок. Ты не хочешь, чтобы я позаботился о тебе в будущем. Гусеньер была возмущена, ее тело дрожало от гнева, но, к сожалению, она была похожа на бамбуковую статую и не могла показать ни взлетов, ни падений. После вынесения такого жестокого приговора, ее фигура вспыхнула, юбка затрепетала, и она исчезла с этого места. Что значит, я выглядел не очень хорошо. Разве я не красивая? Разве я не красивая? Первоначально Гусеньер планировала преподать Гучинге урок после того, как он сказал резкие слова, но, увидев силу Гучинге своими глазами, она успокоила свои мысли. После долгих размышлений об этом, единственной угрозой, о которой она могла думать, была эта. Гучинге покачал головой и смотрел, как Гусеньер уходит. Улыбка на его лице наконец исчезла. На самом деле, даже если бы Гусеньер выпила эту бутылку воды из озера реинкарнации, это не имело бы никакого эффекта. В противном случае он не испытал бы такого облегчения и передал бы ей бутылку с водой. С точки зрения характера Гучинге, он не сделал бы ничего, что было бы вне его контроля. Если Гусеньер не смогла отпустить двух своих старших братьев из прошлой жизни после восстановления своих воспоминаний о прошлой жизни, как ей поступить? Опять сражаешься с Гучинге? Другими словами, Гусеньер взяла на себя инициативу разорвать отношения между ней и двумя предыдущими братьями. Но это было слишком жестоко для нее. Гучинге тоже не хотел, чтобы она делала такие вещи. Эти вещи, обогренные кровью и убивающие друг друга, не подходили ей с небесным духом. Гусеньер, выливающая воду из озера реинкарнации, была для нее лучшим выбором. Конечно, если бы она его выпила, результат был бы тот же. Потому что давным-давно Гучинге знала, что ее кость да содержит некоторые врожденные надписи на костях, которые не принадлежали этой эпохе. Это было очень загадочно и сложно. Это оказало большое влияние на его совершенствование, и позже он взял на себя инициативу уничтожить его. И эти врожденные надписи на костях, очевидно, были некими фрагментами божественной памяти души. Так что, если его предположение было верным, так называемые реинкарнационные воспоминания да осеня на самом деле содержались в ее кости да. Но кости Гусеньер были выкопаны Гучинге, когда она была совсем маленькой. Теперь бессмертная кость, которой она возродилась из нирваны, была очень чистой, без каких-либо следов и отпечатков ее прошлой жизни. Другими словами, Гучинге действительно помог ей давным-давно разорвать связь с ее прошлой жизнью. После этого Гучинге больше не заботился о Гусеньер и ждал прибытия мощного пурпурного особняка. Он привел Цинфына и планировал вернуть Цинсяи. В начале он случайно нашел особняк и закинул ее в него. С нынешним уровнем развития Цинсяи не было бы проблем даже с тремя или пятью годами заключения. Гучинге тоже не беспокоилась о своей безопасности. Что касается происхождения бессмертного демонического тела Цинсяи, то он уже полностью получил его из плода даа. Значит, он не причинил ей вреда. Вскоре он и Цинфын прибыли в этот заброшенный и тихий особняк, много лет заброшенный и необитаемый. Когда он снова увидел Цинсяи, она была намного бледнее и изможденнее, чем прежде, и ее тонкое лицо также стало намного тоньше, как чистый белый цветок, мягкий и слабый. Молодой господин Чинге, брат, увидев двух людей, которые прибыли сюда, глаза Цинсяи расширились от шока, она не могла в это поверить. В эти дни она постепенно избавилась от паники, беспокойства, беспокойства и отчаяния, когда ее похитили. Таинственный человек, похитивший ее в то время, так и не раскрыл своего истинного лица. Цинсяи также не знала цели другой стороны. Я здесь, чтобы спасти тебя. Гу Чинге улыбнулась и двинулась, чтобы освободить ее тело. Цинфын был очень взволнован, его лицо было красным, и он почти плакал от волнения. Молодой мастер Чинге подавил небесного короля Цзэинга и пришел спасти тебя. Он был так взволнован, что его слова были бессвязными. Увидев, что Сяи была озадачена, он рассказал ей обо всем, что произошло за эти дни, включая то, как ее похитил небесный король Цзэян. Цзэян небесный король намеревался передать ее наследнику демонического искусства. Затем это было то, как Гу Чинге подавил небесного короля Цзэян, спросил ее местонахождение, прибыл, чтобы спасти ее и т.д. О чем он подробно ей информировал, выслушав это, Цзэн Сяи тоже был крайне потрясен. Еще больше она была благодарна Гу Чинге. Сама она восхищалась Гу Чинге. Теперь, когда Гу Чинге спас ее, она почувствовала, что между ней и Гу Чинге была какая-то необъяснимая судьба. В связи с этим Гу Чинге, естественно, махнул рукой, чтобы отказаться, сказав, что это то, что он должен сделать. После этого он забрал Цзэн Сяи и Цзэн Фына обратно в древнее королевство Сюанью. Старейшины уже слышали эту новость, в том числе старейшина, который дал Цзэн Фыну пилюлю воскрешение 9 Гуранга. Они, естественно, были рады, что Цзэн Сяи смогла благополучно вернуться, но учитывая, что скоро произойдет что-то большое, они поспешно увели двоих, не желая оставаться здесь больше. Древнее королевство Сюаньву стало землей справедливости. То же самое было и с другими крупными древними королевствами, почувствовав, что будет большое событие, многие культиваторы поспешно ушли. Гу Чинге был здесь, и если пурпурный особняк хотел отомстить, он обязательно послал бы свою мощную машину, чтобы убить его как можно скорее. И такая битва между могущественными силами могла уничтожить мир в одно мгновение, не говоря уже о маленьком древнем королевстве. Даже если бы их было еще несколько сотен, впоследствии они были бы уничтожены. Учитывая эту причину, Гу Чинге планировал сначала покинуть древнее королевство Сюаньву, а не потому, что он не хотел вовлекать это место. Для него жизни и смерти этих маленьких древних королевств вообще не стоили заботы. Вместо этого он планировал отправиться в древнее королевство Алых Птиц. В конце концов, это было старое гнездо другого сына Удачи, Чуха. Пожар в бассейне повлияет на рыбу внутри него. С таким уровнем огня, как маленькое древнее древнее королевство Алых Птиц могло сопротивляться. Могло ли так случиться, что древнее королевство Алых Птиц осмелилось прогнать его? Мастер, человек, которого я послал, похоже, потерял след ценюя. Его техника сокрытия кажется очень умной. Он скрывался всю дорогу, и теперь он исчез. После этого прибыла Иньмы, и с очаровательным лицом она была немного озадачена и сообщила о другом деле. После того, как Цинюя сбежал из гор Хинюя, Гучинга приказал Иньмы обратить внимание на его след. Поскольку он потерпел поражение, Цинюя не мог позволить Гучинга оставить на нем след. Он был очень проницателен и имел множество способов спрятаться. Иньмы никогда не думала, что Цинюя будет страдать, и она потеряет его след. Все в порядке. Цинюя, рано или поздно он снова появится. Услышав это, Гучинга лишь махнул рукой и равнодушно сказал. Пока Тан Ван был под его контролем, Цинюя не мог сбежать. Это место не будет мирным в это время, так что вы должны сначала вернуться в деловой альянс Ван Дай. Кстати, помочь мне проверить некоторую информацию о скрытой семье Цзи. Гучинга что-то объяснил Иньмы и попросил ее уйти первой, а не оставаться здесь. Иньмы слегка расслышала эти слова, но ее не беспокоило, что произойдет с Гучинга. В следующие несколько дней в Древнем Королевстве Цинюя было совсем неспокойно. Каждый день культиваторы и гении превращались в божественные огни и уходили, либо возвращаясь в клан, либо в Академию Истинных Бессмертных. Даже некоторые культиваторы, жившие в Древнем Королевстве Цинюя, уехали со своими членами клана и покинули свои родные города. Король Древнего Королевства Цинюя весь день хмурился и не осмеливался взять на себя инициативу поговорить с Гучинга о таких вещах. Он мог только молиться, чтобы последствия войны не распространились на это место. В противном случае даже сотни Древних Королевств Цинюя не хватило бы, чтобы вынести последствия. В этот период Гучинга также получил вызов от Юэмин Конга с вопросом, нужны ли бесподобные бессмертные солдаты. В связи с этим Гучинга просто ответил, что в этом нет необходимости. Юэмин Конг также знала, что простой пурпурный особняк недостоин внимания Гучинга, поэтому, получив этот ответ, она больше не спрашивала. Ей самой было чем заняться. Среди семи частей небесных артефактов у нее уже было две части, небесное зеркало и небесная печать. Теперь она уже знала местонахождение небесного меча и планировала его получить. Собрав семь небесных артефактов, она смогла открыть бессмертный дворец, который когда-то рухнул в реку времени. И когда Гучинга был в Древнем Королевстве Сюэнью, остальная часть Верхнего Царства тоже не была мирной. За Императорской горой божественное озеро вдруг засветилось сиянием, отражая воду вокруг себя. Неясная и высокая фигура поднялась к небу, держа в руках трезубец, как будто он мог разрушить все сущие, и ее глаза были подобны небесному мечу, смотрящему на пурпурный особняк издалека. В другом месте, среди кроваво-красных гор, поднялись клубящиеся розовые облака, и ужасная фигура медленно выступила, и под его ногами появились кроваво-красные облака. Пурпурный особняк убил моих потомков Императорской горы, и эта ненависть невыносима. Голоса этих ужасающих существ были холодны и убийственны. Один за другим в небо устремлялся божественный свет, показывая, что могучие существа собираются вместе. Аура была чудовищной и убийственной, клубились облака и туманы, и тьма давила, как темная туча. Фигура Инью располагалась посередине. Следуя словам Гучинги, первое, что она сделала после возвращения на гору Небесного Императора, это убедило многих ужасающих существ смыть унижение, которое недавно перенесла гора Небесного Императора. Очевидно, эти ужасающие существа долго сдерживали волну гнева в своих сердцах. Тем более, что в это время, не задумываясь, все они явились из уединения искать справедливости. Даже если Пурпурный особняк осмелился приютить Небесного Короля Цзияна, который был связан с наследником демонического искусства, это было равносильно укрытию наследника демонического искусства, и это было эквивалентно укрытию врага горы Небесного Императора. Как можно было так легко разрешить эту обиду? Вскоре высшее существо среди этих существ сделало сильный ход, напрямую открыв космический канал, чтобы прорваться через границу и добраться до Пурпурного особняка. В то же время, древний клан Е, нация Бесконечного Огня, клан Золотого Целиня, клан Белого Тигра и другие силы также сообщили о больших изменениях. Стало собираться большое войско, могучее, закрывающее небо и солнце. Среди них военные корабли были величественными и древними, с мерцающей чешуей, развивающимися разноцветными перьями, с божественными крыльями, закрывающими солнце, и чудовищной инерцией. Космический канал был открыт, и он спустился прямо на территорию, где находился Пурпурный особняк. Какое-то время в Верхнем Царстве была огромная сенсация. У них было предчувствие, что это предвестник начала Бессмертной войны. За пределами Пурпурного особняка начала появляться большая армия линии передачи ДАА. Крестовый поход был неизбежен, но в древней Бессмертной семье Гуон казался довольно мирным. Облака дымились и сияли. Просто маленький пурпурный особняк, как нелепо. Посмейте спровоцировать величие моей древней Бессмертной семьи Гуон. Боюсь, они устали жить внутри Величественного зала. Старик с желтыми зубами курил сухую папиросу, как старый крестьянин, смеялся, когда говорил с пренебрежением и презрением. Этот цзыв у боица, что они забыли, что их предки тогда были неопознанными, и как они, наконец, умоляли меня перед горными воротами семьи Гу вначале, я боюсь, что все они были сварены до смерти. Со слабым голосом, старик с запахом земли на теле медленно вышел из зала с суровым лицом. К поясу у него был приколот ржавый железный меч, так как он казался очень энергичным при ходьбе. В холле его также услышал нынешний глава семьи Гу, то есть отец Гучинги, Гулинтянь, который также казался весьма покорным перед ним. Перед этими стариками он не обладал квалификацией, чтобы много говорить. Предки семьи Гу отличались от остальных представителей линии передачи ДАА. Располагались они не по старшинству, а по силе. Просто это поколение давно не ранжировалось, потому что многие предки были мертвы или живы, или в уединении, или никто не знал, где они похоронены. Со временем даже все в семье Гу не знали, сколько предков на самом деле существовало в их семье. В любом случае, если они столкнутся с чем-то большим и не смогут принять решение, то правильно будет войти в могилу. За прошедшие годы, за исключением Гу Наньшаня, предка линии Гу Синьер, который некоторое время назад появился, чтобы подышать свежим воздухом, появилось очень мало предков семьи Гу. Почти все дела Рода Гу были переданы главе Рода и старейшинам Рода. И вот у нескольких предков в зале были все прорывы в базе совершенствования, и они были в хорошем настроении, поэтому вышли посмотреть на подрастающие поколения. Гу Лентянь не стал бы беспокоить их из-за таких пустяков, как пурпурный особняк в холл шагнул сияющий старик с красивым лицом и развивающейся мантией. Видно было, что когда он был молод, его манера поведения была утонченной, и у него было чувство трансцендентного единства с ДАА, и весь человек как бы стоял в центре ДАА. Его дооская рифма была естественным образом переплетена с законами, и казалось, что даже небо и земля были объединены с его дыханием, даже когда он шел. Даже старый мужик, который только что курил сухую папиросу, встал и как будто уважил его. Здравствуй, предок. В главном зале Гу Лентянь не знал, какой предок прибыл, но он был весьма уважителен в своих словах и отдал честь. Помимо Гу Лентяня, в зале было много старейшин семьи Гу, прибывших из всех ветвей семьи Гу. Излишне говорить, что их база совершенствования была естественно слабой, но даже самая слабая была в квази-высшем царстве, и на этот раз они обсуждали вопрос пурпурного особняка. Для них это была всего лишь незначительная, безболезненная мелочь. Если бы не участие Гу Чинги, им, вероятно, было бы все равно. Здравствуй, предок. Все старейшины клана также отдали честь. Кое-кто уже догадался о личности предка, вошедшего в зал. Но предков семьи Гу было слишком много, а некоторые предки так и не появились даже за миллионы лет их культивирования. Так было и с предком перед ним. Многим старейшинам кланов было незнакомо его лицо, но они не осмеливались проявить неуважение. Нужно знать, что даже высшие существа глубоко трепетали, и в сердце было естественное чувство поклонения. Это могло только показать, что база совершенствования предка перед ним долгое время была непостижимой. Меня зовут Гулан. Пока все вокруг гадали, старый предок заговорил, и немного хаотичного тумана задержалась в его волосах. Как будто он только что выпал с кладбища, в голосе его была легкая улыбка, и он смотрел на молодое поколение перед собой и был несколько доволен. Шип предоклан, тот, кто почти уничтожил сердце до императора. Услышав это, все старейшины семьи Гу, включая Гулинтяня, не могли не сделать глубокий вдох. Затем они отреагировали, когда Гулинтянь слегка выступил вперед и сказал. Этот младший является нынешним главой семьи Гу и приветствует восемнадцатого предка. Даже если он был главой семьи, и отношение его было куда более уважительным, чем раньше. Гу Ланг. Было много других, подобных этому человеку, и это был предок линии позади него. Не было никакой возможности проверить его возраст, и он даже не знал, из какой он эпохи. Единственная запись, которую он сделал, заключалась в том, что он напал на императора Шина с Императорской горы бесчисленное количество лет назад. Император Шин правил миром, и за годы правления древними племенами его амбиции раздулись. Однажды он ехал по Золотому проспекту и подъехал к воротам древней бессмертной семьи Гу, пытаясь спровоцировать его, намереваясь заглянуть в глубину древней бессмертной семьи Гу. В результате, прежде чем войти в горные ворота, прямо перед воротами, он получил пощечину от предка из семьи Гу, который просто вышел подышать свежим воздухом. В то время это произвело огромный фурор. Естественно, это также стало самым большим пятном на императоре Шине Императорской горы. Просто с течением времени многие традиции ДА, которые были свидетелями этого инцидента, также были погребены в длинной реке времени. К настоящему времени было очень мало совершенствующихся, которые знали этот секретный вопрос. Но в семье Гу об этом знал бы любой, кто изучал тайны древней истории. Конечно, люди горы Небесного Императора также должны знать, что иначе это было бы не так, как в прошлый раз, когда Ин Юй прибыла в семью древних бессмертных Гу, чтобы навестить Гу Чен Ги. Но она ждала у горных ворот полмесяца без видя кого-нибудь и, наконец, ушел в гневе. Обыкновенная секта бессмертных и древняя бессмертная семья, как у императора Инна могла быть дочь с таким напуганным отношением. Неплохо. Восемнадцатый предок. Сколько времени прошло с тех пор, как меня так называли, а теперь я уже давно отстаю в совершенствовании и боюсь, что даже не буду двадцатым предком. Гулан был в хорошем настроении, когда услышал это, он слегка покачал головой и улыбнулся. Гулинтян почувствовал ауру своих вин. С точки зрения совершенствования он был недалеко от просветления. Это его весьма обрадовало. В прошлом, когда глава семьи Гу был намного старше, он был далек от такой основы совершенствования. Это могло только показать, что талант Гулинтина был хорош. Услышав это, всем старейшинам кланов в храме стало еще больше стыдно. Причина, по которой Гулана называли восемнадцатым предком, заключалась в его силе. Он занимал восемнадцатое место среди предков семьи Гу. И случилось это очень давно, и никто не мог сказать, куда дошло его совершенствование сейчас. Как упоминалось ранее, предки древней бессмертной семьи Гу редко появлялись в мире, не говоря уже о части сказочной страны. Одной части верхнего царства было достаточно, чтобы все в семье Гу могли размышлять. Я уже знаю об инциденте с пурпурным особняком. Вы можете жить, если видите зло, но вы не можете жить, если вы делаете зло. Вам не нужно об этом беспокоиться. Наоборот, это тот потомок моей семьи, что меня очень интересует. И среди домыслов Гулан снова заговорил, его глаза были глубокими, и перед ним возникло множество ужасающих сцен. Казалось, что он проник сразу во многие пространства и попал на территорию пурпурного особняка. То, что он сказал, было еще более прямолинейным, и его совершенно не волновали такие тривиальные вещи, как пурпурный особняк. Прежде чем он вышел с кладбища и пришел в главный зал, у него было представление о многих вещах, которые произошли с древней бессмертной семьей Гу за этот период времени. Его не интересовали ни большие, ни маленькие дела. Вся семья Гу была хорошо организована и процветала под руководством молодого поколения. Однако его очень интересовал Гу Чинге, преемник, который едва не стал причиной катастрофы. Кстати говоря, это был потомок его рода, и он был настолько безжалостен, что напал на свою кузину в очень молодом возрасте и вырыл ей кости. Хотя последующие меры не были разумными, их можно было рассматривать как решение проблемы от ее первопричины. Услышав это, он вдруг захотел увидеть этого младшего. Конечно, он не стал бы обвинять Гу Чинга или что-то в этом роде. Дела молодого поколения были оставлены решать молодому поколению. Он был чисто заинтересован. Чинге в настоящее время находится в древнем королевстве Сюаньву, планируя напасть на пурпурный особняк. Если восемнадцатый предок захочет его увидеть, я пошлю сообщение, чтобы позволить ему вернуться в клан. Вопрос о пурпурном особняке не должен отнимать у него много времени, сказал Гулан. Ведь предки наконец-то появились, если бы предки были оптимистичны. Достаточно было бы просто выронить что-то из пальцев, чтобы их подрастающее поколение принесло большую пользу. Хотя талант Гу Чинга был сильным, в конце концов, он был всего лишь младшим, и они также знали о многих слухах снаружи. Он соревновался с квази высшим существованием. Честно говоря, он долгое время был ошеломлен как отец, но он не ожидал, что скрытая сила Гу Чинга окажется такой ужасающей. Конечно, он был более счастлив и доволен. На самом деле, некоторые из планов Гу Чинга в этот период времени были ясно изложены в коммуникационном талисмане. На этот раз, в крестовом походе против пурпурного особняка, древней бессмертной семье Гу не нужно было вмешиваться. Гу Чинга мог легко справиться с этим своими силами. Более того, сейчас рядом с ним была Гу Цинья с ее базой совершенствования. Даже если это были другие древние существа, если они хотели напасть на Гу Чинга, им пришлось бы взвесить это. Поэтому Гу Лин Тянь не беспокоился о Гу Чинга. Согласно тому, что сообщил Цинье, Чинга получил много возможностей за этот период времени, и его развитие быстро улучшилось. На этот раз его обучением можно считать крестовый поход против пурпурного особняка. Кроме того, Гу Лин Тянь был глубоко впечатлен своей приемной сестрой и не мог видеть сквозь ее совершенствование. Он до сих пор помнил, что когда Гу Цинья родилась, она выглядела 7-8-летней девочкой, но в мгновение ока ее развитие было непостижимым, и он, как ее приемный брат, не мог не чувствовать себя немного пристыженным. О, раз уж так, то и незачем. На этот раз я в отъезде, и кстати могу встретить старых друзей. Ненадолго уединяться не буду. Буду ждать хорошего новости от этого маленького парня. Услышав это, Гулан только махнул рукой и слегка улыбнулся, не собираясь позволять Гу Чинге вернуться. В результате это может помешать плану Гу Чинге. Он действительно ценил такого смелого, находчивого и сильного юниора и не хотел слишком вмешиваться. И сказав это, Гулан ничего не сказал и, взмахнув своей фигурой, исчез из зала. На его уровне он мог одной мыслью переместиться на сотни миллионов миль всего за одно мгновение, но весьма вероятно, что он уже ушел в бесконечную даль. Согласно информации, зафиксированной в слухах, характер 18-го предка таков. Хотя он сказал, что не намерен заботиться об этом, на самом деле этот старик, вероятно, уже примчался в пурпурный особняк в это время. Момент. Если у пурпурного особняка не будет сильной предыстории, боюсь, он не сможет заставить Чинге послать войско. Увидев исчезновение Гулана, старейшина клана с кривой улыбкой сказал, я не ожидал, что этот инцидент обеспокоит 18-го предка. Если этот старик примет меры, этот пурпурный особняк не сможет переломить ситуацию. Многие старейшины кланов много говорили, но все же восхищались 18-м предком в своих речах. Более того, сегодня из этих слов было видно, что 18-й предок должен быть очень оптимистичен в отношении Гучинга. Думая об этом, все старейшины клана посмотрели на гулинтяня и сказали сияющими глазами. Патриарх, на этот раз против пурпурного особняка моя семья Гу пошлет 5 культиваторов императорского царства и 10 культиваторов высшего царства, чтобы помочь молодому мастеру. Что вы думаете? До этого все они слышали новости от Гучинга и знали о его планах, говоря, что древней бессмертной семье Гу не нужно было вмешиваться. Гучинга намеревался использовать это для обучения своей армии древнего бессмертного континента. Но теперь даже 18-й предок сделал свой ход. Семья древних бессмертных Гу не могла позволить предкам сражаться, а молодому поколению смотреть на шоу со стороны. Верно? Гулинтянь кивнул, когда услышал слова. Все, просто в этой войне императорская гора, древний клан Е и нация Вечного Огня уже бросились на поле битвы, и мы просто сражаемся в битве. Сейчас 5 культиваторов царства императора. Но если быть точным, то должно быть 2 императора и 3 квази императора. После того, как база совершенствования прорвется через вершину высших 9 небес, можно будет войти в царство императора. Когда они достигают царства императора, их обычно называют квази императорами в нынешнем верхнем царстве. После квази императора культиваторам понадобится просветление. Если просветление было успешным, они успешно вошли в царство императора, а также были широко известны как просветленные. Это был истинный император во вселенной, непобедимый в мире, на небесах и в подземном мире, почти невозможно было найти противника. Среди низших царств, которые были присоединены к верхнему царству, только мир с полным небесным царством мог породить отпечаток царства небесного бога. Но в верхнем царстве не было много ограничений, потому что небеса здесь были полными и включали в себя бесчисленное количество низших царств. Пока культиватор прорвался через царство квази императора и преуспел в достижении просветления, он мог стать императором. Поэтому в ту же эпоху многие гении прорвались бы к просветлению. Чтобы лучше различать просветленных и непросветленных, многие даосские традиции называли его царством квази императора. Царство короля бога, царство небесного бога, священное царство, высшее царство, царство императора и даже царство бессмертного наверху. Это были шесть царств, известных высшим царством. После этого был передан приказ, вызвавший сенсацию в разных местах, и высшее руководство семьи Гу начало мобилизовывать свою мощь со всей страны для крестового похода против пурпурного особняка. Фиолетовый особняк просто не знает, как жить или умереть. На вершине бессмертных гор могучие люди с ужасающей силой холодно фыркнули и начали экипировать свои доспехи, когда мощная аура вырвалась из его тела, как настоящий дракон. В то же время затрубил древний рог, отлитый из настоящих рогов различных ужасающих зверей, и звук завибрировал, призывая к выходу бессмертных стражей семьи Гу-Бум. Одна за другой проникали несравненно ослепительные световые двери, распространялся бессмертный звук, и бессмертная энергия проникала, словно соединяясь с другим миром. Группа бессмертных солдат в броню. Группа бессмертных солдат в броню.